Чес, Крелл казался другим. Что это? Это защита матери природы. С ее благословением, эти гиены больше не будут нападать на меня. Это здорово, я тоже хочу. Джанте стал взволнован, и наконец вздохнул с облегчением. Услышав слова Джанте, Крелл спокойно взглянул на Джанте. Прости, я могу применить этот навык только на себе. Джанте, услышав ответ Крелла, Джанте оглядел тысячи усиленных гиен, которые хотели разорвать его на куски, и быстро достал пару темных перчаток из кожаной сумки на талии и схватил два коротких метательных копья, прежде чем отправиться в относительно целый архитектурный комплекс в замке. В этот момент, железнозубые гиены бросились к нему со всех сторон, как дикие быки. В мгновение ока, самые первые уже перепрыгнули через деревянную защиту замка. Некоторые гиены показали большой потенциал в способности прыгать. Перепрыгнув через защиту, они схватили наружную стену своими острыми когтями. Затем они прижались к стене и отпрыгнули от нее, даже быстрее, чем кошки. Вскоре после этого они бросились в базу. Когда гиены бросились внутрь, Крелл также бросился к мужчине, как леопард. Этот мужчина все еще оставался на склоне горы. Когда гиены были рядом с Креллом, они врезались в защиту матери земли, как серые морские волны врезались в камни. В результате чего, все они изменили свои направления, находясь в нескольких метрах от Крелла. Они не нападали на Крелла и не мешали Креллу бежать к этому мужчине. При виде этой сцены, мужчина вдали слегка изменил выражение лица. Этот мужчина знал, что он столкнулся с мощным врагом. Столкновения произошли почти одновременно. Одно в замке кленового листа, другое на склоне холма. Они находились на расстоянии более 500 им друг от друга. В тот момент, когда Крелл столкнулся с мужчиной, они начали двигаться со скоростью, которая едва могла быть замечена человеческими глазами. В мгновение, последовательные громкие взрывы прозвучали на склоне. Если бы это было возможно, Джанте также хотел броситься к этому мужчине. Однако, если он покинет замок кленового листа, ему придется столкнуться с вдвое большим количеством гиен. В этом случае, даже ЛВ-10 будет под таким количеством атак, не говоря уже о Джанте. Конечно, Джанте не хотел умирать. Он знал, что не стоит рисковать. Вскоре, самые быстрые гиены уже появились перед Джанте. Без колебаний, они набросились на Джанте. После сражения с железнозубыми гиенами в течение нескольких дней, Джанте сразу понял, что эти гиены двигались как минимум на 30% быстрее, чем те, с которыми он встречался раньше. Кроме того, эти гиены были свирепыми и более бесстрашными. Черт, этот ублюдок убил вашего босса, почему вы пришли ко мне? Джанте громко выругался и начал контратаку. Джанте ударил копьями и пронзил сердца гиен, отправив их обратно в воздух. Джанте чувствовал, что сила этих гиен была как минимум на 50% выше, чем раньше. К счастью, в темных перчатках Джанте чувствовал, что он может махать и бить копьями быстрее, чем раньше. Поэтому Джанте немного успокоился. Далее гиены напали на Джанте со всех сторон. Даже Джанте, когда стоял спиной к зданию, его атаковали гиены из окна сзади или с крыши. В этот момент, Джанте действительно ощущал, как будто его окружили тысячи членов отряда смертников. Он мог только бегать туда-сюда между зданиями. Иногда он запрыгивал на крыши, чтобы контратаковать гиен. Джанте не знал, сколько железнозубых гиен он убил. Все гиены были сумасшедшими. Кроме того, их боевая сила значительно возросла. Хотя несколько живых существ ЛВ-2 не представляли никакой угрозы для Джанте, но на этот раз слишком много гиен окружали его. Джанте чувствовал, что не сможет убить всех. Каждую секунду на него нападали по крайней мере три гиены. Только когда мертвые гиены образовывали около него кучи, он менял свое местоположение. Если нет, эти гиены будут наступать на мертвые тела своих партнеров и нападать на Джанте. В таком случае, все стало бы сложнее. Джанте не знал, как идет битва между Крилом и мужчиной. Будучи в сотне метров, Джанте только мог слышать последовательные громкие взрывы и столкновения их боевых ци. Потратив полсекунды, Джанте взглянул туда, где они сражались, что действительно шокировало его. На склоне, Джанте увидел два высоких тотема боевой ци, сталкивающихся друг с другом. Одна боевая ци была зеленой, другая – черной. Каждый из них был более 20 тем в высоту. Два тотема передвигались и кусались в форме двух огромных крокодилов. По сравнению с тотемом бойца ниже уровня ЛВ-9, тотем боевой ци сильного бойца ЛВ-10 был не просто эффектом тени и света, сформированным боевой ци. Вместо этого это было больше похоже на духовное существо, которое отражало волю и мысли владельца. Это был первый раз, когда Джанте увидел настоящий бой между силачами ЛВ-10, что действительно потрясло его. Глава 428. Шок тотем боевой ци ЛВ-10 был демоническим крокодилом, мощным живым существом, живущим в глубинах земли. Джанте слышал об этом раньше, однако он не видел демонических крокодилов. На этот раз он наконец понял, как выглядят демонические крокодилы. Наибольшая разница между демоническим крокодилом и обычным крокодилом заключалась в том, что у демонического крокодила был ряд шипов на спине от позвоночника до хвоста. С первого взгляда, Джанте уже понял настоящую боевую силу Крелла и мужчины. Их боевая сила превосходила силу как Даусона, так и ублюдка из клана Чжень, который преследовал Джанте в пещере дракона. Джанте знал, что Даусон и ублюдок из клана Чжень были один звездным и два звездным бойцом ЛВ-10. Тем не менее, Джанте предположил, что Крелл почти достиг 4 звезд или 5 звезд. Начиная с ЛВ-10, каждый уровень выше требует зажигания большего количества точек. Поэтому начиная с ЛВ-10, каждый уровень выше был далее разделен на более мелкие ранги. В соответствии с последовательностью Фибоначчи, необходимо было зажечь 34 точки, прежде чем подняться с ЛВ-10 до ЛВ-11, что требовало всего 89 зажженные точки. Это было так же сложно, как подняться с ЛВ-1 до ЛВ-9. 34 было числом последовательности Фибоначчи, 1, 5, 8, 13, 21, 34. Поэтому ЛВ-10 был далее разделен на 5 рангов. Даже боевой мастер, великий боевой мастер, боевой генерал, боевой демон и боевой дух также были разделены на 5 звезд соответственно. Джанте узнал это от Крелла. Обычные люди не знали об этом. В непрекращающейся ожесточенной битве с гиенами, даже небольшая небрежность или медленное движение или меньшая сила, дает шанс гиене приблизиться. В результате чего, человек был бы в жалком положении, так как эти гиены нападали бы как прилив, не оставляя времени пожалеть. К счастью, Джанте обладал отличной физической и духовной энергией. После более чем 10-минутной битвы, Джанте все же отвечал точно и яростно, как машина. Один удар, одна гиены, не давая шансов на контратаке. Потеряв возможность создать фрукт 7 сил короля железнозубых гиен, Джанте немедленно начал контратаку. Джанте продолжал бегать между зданиями и специальным ландшафтом в качестве прикрытия. По его оценке, он убил по меньшей мере 300 гиен. Когда он пробегал мимо домика, и увидел кровавый стальной щит в форме бриллианта, глаза Джанте сверкнули. Убив еще 2 гиены и послав их в полет своими короткими копьями, Джанте бросился к щиту. Махнув копьями еще раз, чтобы убить очередных 2 гиен, Джанте метнул левое копье, пробив 4 гиены перед ним. Затем он поднял этот щит, весящий 70-80 килограммов, ногой и схватил его левой рукой. Учитывая его внешний вид, этот щит подходил для высоких людей. Держа его, Джанте выглядел коротким. Однако он был очень доволен. Держа щит, он рассмеялся, потащил его и махнул им, блокируя группу гиены и отправляя их в полет. Джанте обладал талантом в использовании щита. Будучи в дворце скрытого дракона, он первым закончил класс щита. А если учесть его ужасающую силу, держа этот щит, Джанте почувствовал, что на его стороне появился один мощный помощник. Взмахнув щитом несколько раз, Джанте разбил головы и кости нескольких гиен и послал их в полет. С щитом в руке, Джанте был похож на стальную черепаху. Хотя эти гиены были жестокими, они не могли сломать линию обороны Джанте. Услышав взрывы столкновения боевых ци, Джанте вскрикнул. Опустив ноги на землю, он бросился к огромной, густой стае железнозубых гиен со своим щитом. Как броневик, Джанте сбивал с ног всех гиен. Эта группа гиен была толщиной в 100 м. Тем не менее со щитом, Джанте все же открыл кровавый путь среди них. Тысячи гиены преследовали Джанте в замешательстве. Джанте бросился к месту, где Крелл сражался с мужчиной. Хотя он находился на расстоянии 500-600 м, ему потребовалось всего несколько секунд, чтобы прорваться в диапазон 200 метров. Теперь Джанте мог ясно увидеть этого парня. И тот парень, и Крелл не представляли, что Джанте сможет прорвать осаду стольких гиен. Когда два равных противника сражались друг с другом, результат всегда решался в доли секунд. При виде Джанте, этот парень был слегка шокирован. Этот парень понял, что если у оппонента появится помощник, он будет в опасности. Поэтому, когда он был примерно в 200 от Джанте, он сделал то же самое, что и Джанте, ударная волна. Джанте метнул свое правое копье. Уклонившись от боевойцы Крелла, этот парень метнул со своей талии секретное оружие в форме железно-змей. Сталкиваясь с парнем Илв-10, кто был намного сильнее Даусона на таком расстоянии, Джанте не был уверен, сможет ли его короткое копье убить его или нет. Тем не менее, он был уверен, что Крелл воспользуется этим шансом, чтобы напасть на этого парня. Две ударные волны прибыли одновременно. Этот парень едва уклонился от копья Джанте. В то же время, щит Джанте был разбит на куски. К счастью, Крелл воспользовался этим шансом и приблизился к парню. Джанте просто использовал этот щит, чтобы привлечь внимание противника. Когда щит был разбит на куски, невредимый Джанте отбежал от него. Поняв, что он не ранил Джанте, этот парень снова был ошеломлен. В этот момент, в него ударил Крелл, и он был отправлен в полет в ту сторону, откуда Джанте прибежал к нему, выплевывая свежую кровь. Хотя он был на расстоянии 200 м, Джанте добежал в мгновение ока. Хотя этот парень был ранен, он все же начал атаку в сторону Джанте, намереваясь сначала убить Джанте. Столкнувшись с этой боевой ци, Джанте громко закричал и принял удар своим ударом потрясающим небеса, стойкой кулака железной крови. После этого, он снова поспешил в сторону мужчины. Этот парень был в шоке в третий раз, но жаль, он не сможет уклониться на этот раз, так как он был в воздухе. Когда Джанте проходил мимо него, он выпустил меч ци с его талии с расстояния 5 метров, который попал по шее парня. Во время боя силачей, то тривиальная ошибка всегда приведет к серьезному исходу. С тех пор, как Джанте выбежал из замка кленового листа, он заставил этого парня промахнуться 4 атаками. Во-первых, Джанте использовал свой щит, чтобы привлечь ударную волну противника. Во-вторых, это было вне воображения этого парня, что Джанте мог посметь поймать его боевую ци рукой и сломать ее. В-третьих, он был потрясен тем, когда Джанте активировал свой навык быстрого передвижения. Несмотря на то, что Джанте выглядел измотанным, он воспользовался навыком быстрого движения и смог увеличить скорость своих движений в два раза. В-четвертых, хотя у Джанте не было оружия, кроме пары темных перчаток, у него было еще одно оружие. Смертельный радиус этого оружия был полностью вне ожиданий парня, поэтому он должен был умереть. Прежде чем он умер, он обернулся и уставился на Джанте с обидой в глазах. Джанте тоже выплюнул кровь. Тем не менее, этот парень брызгал кровью из шеи, как фонтан. После этого он упал на землю. Только сейчас армия Гиен ворвалась в 100-метровый радиус от боя. В тот момент, когда этот парень упал, сумасшедшие Гиены прекратили атаку. Свет в глазах этих Гиен постепенно исчез. После этого они обменялись взглядами друг с другом. Затем одна железнозубая Гиена заскулила, услышав, что все Гиены сбежали, опустив свои хвосты. Весь склон вскоре восстановил свое спокойствие. Если бы не черный дым и кровавая сцена в замке, люди не поверили бы, что здесь произошла ожесточенная битва. Сначала Гиены атаковали людей, затем люди контратаковали Гиен. Помимо свежей крови и трупов, ничего не осталось. Выплюнув три гладка крови, Джанти стало немного лучше. Наконец он поверил, что даже с парой темных перчаток он едва мог выдержать боевую ЦЛ в 10. Если бы этот парень не ошибся бы несколько раз за очень короткий период, Джанти не убил бы его так легко. После вытирания крови из уголков рта, стоя на одном колене, Джанти медленно встал. Как только он встал, он заметил изумленный взгляд Крелла. Питер, ты потрясающий. То, что ты сделал, было действительно удивительно. Это первый раз, когда я увидел бойца ниже ЛВ-9, который смог поймать боевую ЦСильного 4-звездного бойца ЛВ-10. Этот парень был 4-звездным сильным бойцом? Джанти кивнул, так как он уже догадался. Это пара перчаток. Рунное снаряжение, которое может защитить меня от получения травм от боевых ЦСилачей ниже Великого Мастера. Сказав это, Джанти с улыбкой похлопал ладонями. Я должен поблагодарить остров магической змеи за этот подарок. Даже несмотря на то, что перчатка это руно снаряжение, как ты смог так быстро двигаться? Если бы это был я, даже я не смог бы среагировать. Крелл продолжал говорить. Понимая, что Джанти собирался объяснить, Крелл поспешно махнул рукой. Можешь не объяснять, у каждого есть свои секреты. На самом деле, мне кажется, что ты не пионер, а элита большого клана. Ты здесь, чтобы культивировать. Джанти был слегка ошеломлен. Как ты узнал? Помимо элиты больших кланов, я не видел никого в какой-либо стране человеческого коридора Блэксона, кто мог бы достичь такого высокого уровня кулака железной крови в таком молодом возрасте. Не говори мне, что ты не использовал кулак железной крови. Кроме того, я знаю, что вы использовал удар потрясающий небеса, чтобы сломать боевую ци этого парня. Хотя секретное знание кулака железной крови можно легко получить, его очень трудно практиковать. Когда я был молод, я также практиковал кулак железной крови. Однако, поскольку я не мог сформировать боевую ци железной крови, я сдался. Глава 429. Кост священного зверя. Услышав объяснение Крелла, Джанти закатил глаза и подумал. Ха-ха, Крелл думает, что я элита большого клана Нормандской империи, кто развивается дикой природе. Крелл был умным. Жаль, но он не был полностью прав, так как он был из дворца Хуайань. Однако он никак не мог узнать об этом. Так как Крелл думал так, Джанти не будет его в этом разубеждать. Затем они подошли к мертвому парню и начали собирать добычу. Этот парень лежал на земле, лицом вниз. Его кровь распылялась повсюду. В тот момент, когда Джанти хотел перевернуть тело этого парня, он был поспешно остановлен Креллом. Постой, у каждого сильного контролера есть много злых тактик, особенно у тех, кто выше ЛВ-9. Даже если они мертвы, лучше не касаться их тел. Услышав слова Крелла, Джанти не двигался. Вместо этого он смотрел, как это делает Крелл. Джанти и Крелла тошли на 10 шагов. В этот момент, Крелл махнул рукой и выпустил свою зеленую боевую ЦИ. Поскольку он не сражался с противником, Джанти чувствовал, что Крелл не использовал слишком много сил. Когда боевая ЦИ поразила тело, она перевернула его. Вскоре после того, как тело было перевернуто, черная штука выскочила из груди трупа и полетела в сторону Джанти. Хотя он давно приготовился, Джанти все еще был поражен его высокой скоростью. В то же время, Джанти выстрелил своим мечем серебряного карпа и разрезал его на три секции примерно вдвоем. Только когда эта штука упала на землю, Джанти понял, что это была странная черная змея. У нее была пара страшных голубых глаз. По обеим сторонам этой странной змеи были два тонких крыла. Хотя она была разрезана на три части, она все еще не умерла. Вместо этого, она боролась и плюнула языком в сторону Джанти. Блять, что это? Видя, как ее кровь опрыскивает траву неподалеку от него, сразу же сжигая траву, Джанти понял, она очень токсичная. Если Джанти действительно перевернул бы мертвое тело руками, он скорее всего был бы укушен этой штукой. Это змея черного крыла. Отвечая Джанти, Крел ударил по земле, разбив останки змеи. Это одно из самых ядовитых живых существ, от которого нет противоядия. После укуса, человек умирает через пять секунд. Услышав это, Джанти глубоко вздохнул. С этим опытом, Джанти начал осторожно приближаться к мертвому телу. Есть ли на нем что-то еще? Джанти спросил Крелла. Нет, оно бы уже выпрыгнуло. Джанти приблизился и внимательно посмотрел на этого парня. Так как он потерял много крови, его кожа стала белой. Плюс коварное и мрачное лицо, крючковатый нос и темная мантия, Джанти почти принял его за темного волшебника из сказок. Хотя в эту эпоху магов не существовало, то, что сейчас сделало это мертвое тело, даже не могло быть сравнено с магией. Это мертвое тело вскоре было очищено Джанти и Креллом. Собрав предметы с этого парня, Джанти и Крелл собрали их в кучу на земле. После этого, они начали делить добычу. Раньше Джанти считал, что Крелл будет неохотно делать это. Но удивительно, что Крелл делал это так ловко, что он выглядел как профессионал. Это особое метательное оружие. Оно сделано из корня особого растения. Корень этого растения похож на корень обыкновенного дерева, однако после того, как в него вводят боевую ци, этот корень становится твердым, как железо, и будет иметь большую проникающую способность. Кроме того, у корня будут некоторые особенности введенной боевой ци. Это очень редкое метательное оружие. Твой навык метания выглядит хорошо, кажется, что этот предмет подходит тебе. Объяснил Крелл и бросил три предмета в форме змей Джанти. Посмотрев на них, Джанти немедленно убрал их. Только что, Джанти был почти ранен двумя ударными волнами этого парня. Отдав их Джанти, Крелл взял два флакона, которые имели странный запах. Он сказал, что наркотики во флаконах могут помочь ему контролировать животных. Джанти согласился с его выбором. Кроме этого, у этого парня был кошелек, небольшая коробка и кольцо. В кошельке было несколько золотых монет и несколько золотых банкнот, всего чуть более 400 золотых монет. При виде их, Крелл махнул рукой. Делим пополам. Вам, диким покровителям, нужны деньги? Джанти спросил из любопытства после того, как он положил в карман около 200 золотых монет. Хотя это была небольшая сумма денег, она была частью добычи от сильного врага. Крелл поднял брови и ответил серьезным тоном. Ты думаешь, моя одежда сделана из воздуха? Даже в дикой природе, нам всегда нужно покупать предметы деньгами. Осталось кольцо и маленькая деревянная коробка. Посмотрев немного на кольцо, Крелл бросил его Джанти. Посмотри. Джанти знал, что у таких сильных парней всегда были драгоценные украшения. Джанти взял его и ввел духовную энергию в кольцо. Кольцо орлиного глаза. Этот предмет имеет эффект руны глаза орла. После ввода в него духовной энергии, один раз в день вы сможете активировать эффект руны, каждый раз будет длиться два часа. Джанти не видел раньше такого рунного снаряжения. Поскольку это рунное оборудование не было помечено именем производителя руны, его происхождение не могло быть идентифицировано. Тем не менее, после пребывания в дворце Хуайань в течение некоторого периода времени, Джанти знал о производителях рун более или менее. Он знал, что все рунные снаряжения с фиксированными эффектами являются лучшими товарами. Такое оборудование редко можно встретить в аукционных домах. Они в основном делаются на заказ. Джанти посмотрел на Крелла. У нас осталось два предмета, кольцо орлиного глаза и маленькая коробка. Так как он носит эту коробку вместе с собой, это указывает на то, что предмет внутри является особенным. Он может стоить больше или меньше этого кольца. Так как его убил ты, ради справедливости ты можешь выбрать первым. Не представляя, что Крелл будет настолько серьезен, Джанти рассмеялся и открыл коробку. Там была кость животного, да, кость. Однако она была прозрачная, как кристалл. При виде этой кости, глаза Крелла заблестели. Джанти заметил, что рука Крит слегка вздрогнула. Перед этим, увидев кольцо орлиного глаза, Крелл выглядел спокойным. Однако при виде этой кости, Крелл сразу же потерял самообладание. Джанти сразу понял значение этой кости. Крелл глубоко вздохнул, снова взглянув на эту кость. Затем он вытянул руку, чтобы взять кольцо. Увидев его движение, Джанти рассмеялся. Затем он взял коробку вместе с костью и положил в наруку Крелла. После этого, он забрал кольцо. Крелл вздрогнул, глядя на Джанти. Ты, я открыл ее, чтобы увидеть, что внутри. Так как тебе понравилась эта кость, я возьму кольцо. Сказал Джанти. Ты хоть знаешь, что это? Ты пожалеешь, что отказался от нее. Крелл пристально посмотрел на Джанти, его руки начали дрожать из-за волнения. Мне все равно, я знаю только, что этот предмет более полезен тебе, чем мне. Ну и что, даже если она стоит миллион золотых монет? Разве мы не товарищи? Джанти пожал плечами. Джанти также знал, что предмет в коробке может быть очень дорогим. Однако, он никогда не кинет своего друга. Это кость священного зверя, высшие сокровища контролеров животных. Если у тебя будет эта кость, у тебя не будет препятствий на пути культивирования навыков управления животными. Кроме того, у нее есть другие чудесные эффекты. Она может стоить больше, чем миллионы золота монеты. На самом деле, никто не хотел бы продать ее в аукционном доме. Ты уверен? Посмотрев немного на Джанти, Крелл внезапно рассмеялся. Ты знаешь, что сегодня совершил ошибку. Какую ошибку? Джанти был ошеломлен. Ты не должен был называть меня дядей. Я не такой старый. На самом деле мне всего 27. Посмотрев на усы Крелла, Джанти спросил с сомнительным взглядом. Ты шутишь? Ты уверен, что не 47? Ты действительно выглядишь старым. Посмотрев друг на друга, они одновременно разразились смехом. Глава 430. Эффект скрытия замок Кленового Листа все еще дымился. Затем Джанти и Крелл принесли тело контролера животных на платформу посреди этой базы. После этого, они привязали его тело на деревянный столб. Зачем это? Увидев, что Крелл пишет линию кровавых слов около мертвого тела, спросил Джанти. Поскольку Ишиль не слишком далеко отсюда, если что-то произойдет на этой базе, и торговые палаты и управление города Ишиль отправит сюда людей для расследования. Нам лучше предупредить ИС. Объясняя Джанти, Крелл оставил символ школы Гай ниже слов. Для школы Гай нарушение законов природы управлением животными очень ненавистно. Школа Гай считает, что эта волна животных связана с демонами. Куда ты направишься дальше? Джанти спросил Крелла. В некоторых северных районах пустыни льда и снега вспыхнули волны демонических крыс. Я направляюсь на север, а что насчет тебя? Съев 9 фруктов 7 сил демонической крысы, Джанти не получит больше фруктов 7 сил демонической крысы, сколько бы он не убил ИС. Услышав ответ Крелла, Джанти немного подумал, прежде чем ответить. Я пойду на юг пустыни льда и снега. Я хочу попробовать свою удачу. Хочешь найти реликвии и звезду бога? Улыбнулся Крелл. Джанти также улыбнулся, но не объяснил ничего. Так как Крелл думает, что я элита большого клана Нормандской империи, мне не нужно объяснять ничего. Ледниковая трещина Хайделла действительно находится на юге. Там должно быть очень шумно. Насколько мне известно, помимо реликвий человеческой цивилизации и частей звезды бога, там есть еще одна привлекательная вещь – огромный дикий волк. Я слышал, что волна огромных диких волков вспыхивает в некоторых южных местах пустыни льда и снега. Почему бы не взглянуть туда? Я был там. Волна огромных диких волков не была вызвана людьми. Что касается естественных волн животных, дикие покровители не вмешиваются в них, поскольку у матери природы есть свой собственный способ справиться с этим. Джан те пожал плечами. Казалось, что им нужно было разделиться. Ну тогда береги себя. Перед более сильными людьми, не стесняйся убегать. Ха-ха, тут не так уж и опасно. Независимо ни от чего, пустыня льда и снега – это территория племен медведей, которые имеют самое сильное понимание территории. Их сильные фигуры и священники не будут терпеть посторонних, создающих проблемы на их территории. Если кто-то стоял за волной демонических крыс, этот парень, возможно, был уже давно убит, ответил Крелл. Но почему никто не позаботился о волне животных на сером холме? Джан те стал сомнительным. Честно говоря, он не слишком много знал о пустыне льда и снега. Крелл ответил с улыбкой. Это место близко к Ишелю, территории племени Железного Медведя. Я слышал, что несколько влиятельных фигур и жрецов в племени Железного Медведя паломничали на гору Эльзида несколько дней назад. Они еще не вернулись. Кроме того, в глазах правителей племени Железного Медведя, железнозубые гиены на сером холме нанесли всего лишь небольшие потери некоторым торговым палатам и некоторым деревням, чего было недостаточно, чтобы привлечь их внимание. В этот момент, они скорее всего уделяют больше внимания реликвиям и кусочку звезды бога в ледниковой трещине Хайдела. Даже если что-то произошло здесь, в глазах этих парней, это не что иное, как небольшие игры каких-то контролеров животных. Даже сами торговые палаты могут решить эту проблему. Джан те знал, что Крелл говорит правду. Это была разница между большими и маленькими фигурами. Даже самая большая проблема, в глазах больших фигур, кусок пирога. Точно так же, пара золотых монет в глазах бедных людей не столь цена, как в глазах богачей. Джан те и Крелл были прямолинейными людьми. Сделав свои собственные решения, они прямо расстались. Джан те провожал Крелла. Когда Крелл отошел на 10 шагов, он обернулся. Я забыл тебе кое-что сказать. Если ты когда-то захочешь вернуть эту кость, ты можешь найти меня. Ты можешь посетить любую церковь школы Гаи, в которой есть священник. И скажи ему, что хочешь увидеться со мной. Этот священник спросит тебя о моей эмблеме в школе Гаи. Скажи ему, что моя эмблема – саранча. Джан те кивнул и вспомнил кое-что. Точно, что такое кость святого зверя. Ты не рассказывал об этом. Ха-ха, ты узнаешь, когда станешь официальным контролером животных. Пошутил Крелл. Возможно, когда я увижу тебя в следующий раз, мои навыки управления животными станут лучше твоих. Я чувствую, что я талантлив в этом. Уверенно сказал Джан те. Это невозможно. Когда я впервые встретил тебя, я уже знал, что ты раньше не использовал навык управления животными и не имел питомца. В твоем возрасте уже поздно начинать учить навыки управления. Поэтому, ты вряд ли сможешь достичь высший уровень контроля животных. Возможно, я исключение. Стоя на склоне холма, Джан те провел Крелла и огромного черного орла в небе. Джан те повернулся. Определив направление, он побежал к юго-западу. Джан те знал, что после того, как он и Креллу идут, кто-то из Ишиля обязательно прибудет сюда для расследования. Тем не менее, Джан те не представлял, что они отреагируют так быстро. Всего через два часа после его отъезда, люди из города Ишиль прибыли сюда. Они не были обычными бойцами, убивающими медведей или силачами, отправленными торговыми и деловыми фирмами из города Ишиль. Вместо этого, они были ужасающими охотниками за наградами с сильным намерением убийства. После однократного обхода вокруг замка кленового листа, они вернулись на место под платформой, куда Джан те и Крелл привязали этого контролера животных. Прочитав слова, оставленные Креллом, два охотника за наградой нахмурились. Школа Гай связана с этим парнем, сказал массивный парень. Я не представлял, что кто-то стоит за этой волной животных. Мы должны немедленно сообщить об этом в Ишиль. Не волнуйся, дирижабль торгово-промышленной палаты города Ишиль скоро прибудет, они доставят это сообщение. Они просто куча клоунов, ХМПФ. Другой охотник за наградой произнесла ледяным голосом из-за мрачной маски. Судя по голосу, это была женщина. Подняв лицо, она стояла спокойно, глядя на солнце, видимо, что-то определяя. Я чувствую, что тут разделились два людей. Человек из школы Гай двинулся на север, в то время как ублюдок под именем Питер двинулся на юго-запад. Наша задача, принести голову Питера и получить 5000 золотых монет. С 5000 золотыми монетами наше племя сможет позволить себе много вещей. Мы сможем легко пережить эту зиму. Мы давно не встречали такое выгодное дело. О, Лаура, тебе не кажется это странным? Учитывая сообщение из Кургана или описание тех людей, которые сбежали из замка кленового листа, этот Питер кажется не таким уж и плохим. Возможно, что-то не так с ордером на арест, выданным полицейским участком. Вышили? Сеттон, если ты хочешь подать заявку на изменение ордера на арест в городе, решили расследовать причину смерти двух предыдущих охотников за наградами, можешь идти. Я могу справиться с этим сама. Если ты не покажешь мне новый ордер, клянусь, я верну голову этого человека. Сказав это ледяным тоном, женщина прямо бросилась к юго-западу, даже не взглянув на Сеттона. Ее скорость передвижения могла конкурировать со скоростью Джанти. Посмотрев не ее спину с озабоченным взглядом, Сеттон вздохнул, прежде чем последовать за ней. Джанти быстро мчался. Когда смеркалось, Джанти уже проделал 400 крем от замка кленового листа, и нашел горную пещеру в дикой природе. После этого, Джанти вошел в замок черного железа, в который он не входил в течение нескольких дней. При виде семь фруктов семи сил железнозубых гиен, свисающих с дерева, Джанти понял, что на этот раз это могло быть самым мудрым решением покинуть дворец Хуайань. Помимо семь фруктов семи сил железнозубой гиены, на маленьком дереве было еще два фрукта, что заставило Джанти улыбнуться. Один был сияющим фруктом, а другой был фруктом суждения, которого он давно ждал. Фрукт суждения созрел. Он содержит эффект божественной руны, скрытия использования. Сорвав его, вставьте его в лоб и активируйте его своей духовной энергией. Обратите внимание, фрукт не может быть вынесен из замка черного железа. Спустя 12 часов после того, как он будет сорван, его энергия и жизненная сила будут постепенно снижаться. Воин – тот, кто сражается с тьмой. Солнце не всегда будет висеть в небе, потому что оно знает, что необходимо уступать сцену небозвездам. Глава 431 Очередные проблемы после поглощения 7 фруктов 7 сил железнозубой гиены, сияющего фрукта и фрукта суждения, Джанти вышел из замка черного железа на 7 и краткий день. 7 фруктов 7 сил железнозубой гиены были самыми сильными фруктами 7 сил, которые когда-либо ел Джанти. Как фрукт существа ЛВ-1, общее количество 7 сил было намного больше, чем у фруктов 7 сил дикого волка и фруктов 7 сил демонической крысы. После полного переваривания 7 фруктов 7 сил, Джанти почувствовал, что его взрывная сила увеличилась более чем на 40%. Это был огромный, ужасающий прогресс. А именно, он мог бросить свой копье со скоростью 1024 мс, что было в три раза выше скорости передачи звука по воздуху, вместо 728 мс, что было в два раза выше скорости передачи звука. Его максимальный эффективный диапазон также превысил 1000 м. По словам Хеллера, кроме самых мощных сильных бойцов, которые имеют особые способности, с такой высокой скоростью, Джанти мог бы полностью подчинить более 98% 4-звездочных или 5-звездочных сильных бойцов на расстоянии 100-200 м. С этих пор, большинство сильных бойцов не могли представлять Джанти никакой угрозы. Джанти мог убить почти всех сильных бойцов, просто метнув копье. Джанти знал, что это очень страшная способность. После сочетания своей родословной и фруктов 7 сил, его способность точного метания уже превратилась в ужасающее и эффективное смертельное оружие. Сколько стоило метательное копье? Сколько стоило, вырастить бойца ЛВ-10? Почувствовав разницу, Джанти знал, насколько ужасающим и сильным был его навык метания. Джанти хорошо знал, что если он хочет быть сильным, ему не нужно быть превосходным во всех аспектах. Вместо этого, ему нужно было постепенно улучшать свое преимущество, пока оно не станет сильнее, чем у всех остальных. Когда он достигнет этого уровня, он сможет победить даже 10 тысяч врагов. Помимо большей силы от 7 фруктов 7 сил, Джанти получил новый навык из фрукта суждения, навык скрытия. Предварительный эффект скрытия может ослабить полицы Джанти на один уровень энергии. С помощью этого навыка, Джанти мог спрятаться перед силачами. Он мог скрывать свою настоящую боевую силу, чтобы не привлечь внимание других. Этот эффект длится 6 часов. При его использовании, общая боевая сила Джанти не слабела. После использования этого эффекта руны скрытия в замке черного железа, Хеллер сказал, что Джанти был похож на старшего воина между ЛВ-4 и ЛВ-5 в глазах окружающих людей. Джанти был очень доволен этим навыком скрытия. К настоящему времени, Джанти уже съел три фрукта суждения и получил три основных навыка — атаку, побег и скрытие. Поэтому Джанти хотел узнать, какие другие эффекты смогут принести ему следующие фрукты суждения. Сияющий фрукт содержал всю духовную энергию Даусона и того секретного контролера животных. Вскоре после употребления этого фрукта, духовная энергия Джанти взлетела в 160 раз больше его базы. Какой урожай? Учитывая его прибыль, у Джанти был один вопрос. Раньше Джанти чувствовал, что его растущая духовная энергия казалось достигла критической точки. Он чувствовал, что вскоре сможет пробить этот невидимый потолок, немного увеличив свою духовную энергию. Однако, хотя сейчас он сильно увеличил свою духовную энергию, он все же не смог пробить это невидимое препятствие. Поэтому Джанти начал испытывать недоумение. Примечательно то, что он не мог разбить это препятствие, просто увеличив свою духовную энергию. Джанте было интересно, почему у него появилось это препятствие. Будь это потому, что у всех людей бывает такое препятствие, когда их духовная энергия достигнет определенной степени или его уровень не является достаточно высоким. Он не знал, что стоит за этим препятствием. На пути культивирования, никто не может сказать ему почему, включая Хеллера. Хотя Хеллер мог рассказать ему о весе и размере каждой пылинки в замке черного железа, он не мог помочь Джанте. Культивирование – это самый важный жизненный опыт. В процессе культивирования, каждый вопрос связан с многочисленными возможностями и результатами, которые определяют разные варианты как часть случайной цепочки. Культивирование подсказывает вам смысл вашей жизни. Если я скажу вам ответ, я определю направление вашей жизни и убью все другие возможности. Если это так, вы потеряете свободу выбора. Это противоречит цели и значению моего существования. Если вы определили направление своей жизни, я могу быть вашим хорошим помощником. Но я не могу определить направление вашей жизни. Хеллер сказал Джанте. Джанте понимал это. Поэтому он больше не беспокоился об этом вопросе. Учитывая личность Джанте, если он не мог найти ответ, он не стал бы тратить время на поиск ответа. Вместо этого, он просто списал это на низкий уровень культивирования. Однако преимущество от его взлетевшей духовной энергии было очевидным. В сознании Джанте, золотой вихрь духовной энергии снова расширился. Он был похож на закрученную галактику в небе. В центре этого вихря духовной энергии были три руны Бога, полученные Джанте. Под вихрем духовной энергии была пагода всех духов. За эти семь дней, Джанте сформировал еще два печати на один им и та же пагода всех духов. Джанте выбрал призыв и амулет. Согласно стандартам секты Великой Пустыни, Джанте уже был внутренним учеником секты и был квалифицирован, чтобы говорить посторонним, что он был контролером животных. Единственное различие между Джанте и контролерами животных самого низкого ранга заключалось в том, что у Джанте не было питомца. Раньше Джанте хотел попробовать эффект навыка контроля животных основанного на душе ЛВ-0. Однако, задумавшись о предупреждении скелета из горной пещеры, Джанте решил попробовать, когда он достигнет два этажа пагоды всех духов. После формирования последних двух печатей на один им этаже, Джанте переоделся и покинул замок черного железа. Джанте взял с собой кожаный контейнер и повесил на талию, в котором было 20 болтов размером с ладонь. Хотя эти маленькие болты были немного слабее, чем метательные копья и арбалеты, Джанте все же мог использовать их, чтобы легко убить два звездочного сильного бойца и многих противников ниже этого ранга в пределах 200 м. Помимо этого контейнера болтов, Джанте все еще имел два обычных коротких копья. С этих пор, Джанте принял решение. Кроме критических моментов, я никогда не стану показывать свою способность метания копья. Козырь должен быть потрясающим. Я не могу носить копья и блуждать повсюду каждый день, чтобы все знали, что я могу легко убить сильного бойца. Иначе если мой противник отправит боевого мастера или великого боевого мастера, чтобы убить меня, это будет трагедия. Когда Джанте покинул замок черного железа, он почувствовал себя освеженным, как будто получив новую жизнь. Однако будучи энергичным и амбициозным всего два секунды, Джанте стал мрачным. Придя к входу в горную пещеру, Джанте присел на корточке, чтобы проверить гальку и пыль на земле. Его естественная система следов была полностью разрушена другими. Это указывало, что кто-то приходил сюда. Это совпадение? Джанте спросил себя, прежде чем внимательно наблюдать за внутренностями горной пещеры. Поскольку в ней не было следов огня, сорняков или спальных мешков, Джанте понял, что те, кто прибыл сюда, не задержались здесь слишком долго. Меня кто-то нашел? В тот момент, когда эта мысль мелькнула в голове Джанте, он сразу уже стал мрачным. Черт возьми, Джанте выругался тихим голосом. Разве я не убил того ублюдка с острова Магической Змей? Хотя они отправят сюда еще людей, это не должно быть так быстро. Кроме того, как эти парни смогли найти меня так точно? Это партнеры того контролера? Ледяной свет вспыхнул в глазах Джанте. Джанте немного подумал, прежде чем надеть пару перчаток. Помимо защиты от боевой ЦИ, эта пара перчаток также могла сделать руки Джанте более гибкими. После тщательного наблюдения за ситуацией за пределами горной пещеры, Джанте подтвердил, что снаружи не было засады. Поэтому он быстро покинул горную пещеру и помчал на юго-запад. Всего через полчаса, в долине в 40 кайм от этой горной пещеры, Джанте наконец понял, кто его преследует. Вскоре после того, как Джанте вошел в долину, он почувствовал, как на его руки разгорелось кольцо осознания, что указывало, что за ним кто-то следует. С участившимся пульсом, Джанте сразу же остановился. В тот момент, когда Джанте остановился, он увидел два человека, стоящих на расстоянии 200 м спереди и сзади. Они заблокировали его путь. Их поляцы были очень мощными, по крайней мере намного более сильными, чем у Даусона. Тот, кто стоял спереди Джанте, носил мрачную бронзовую маску. Увидев их, сердце Джанте слегка успокоилось, и он вздохнул. Зная, что они не боевые мастера и не великие боевые мастера, Джанте стал уверенным. Глава 432. Подчинение что вам нужно? Грабеж? Сказав это, Джанте мгновенно взял свой копье, намереваясь защищаться. Ты Питер Хэмплистер? Спросил человек перед Джанте. Этот вопрос застал Джанте врасплох. Затем Джанте кивнул. Верно, я Питер Хэмплистер. Мы, охотники за наградами, нанятые городом Ишиль. Твоя голова стоит 5000 золотых монет, поэтому мы ее заберем. Услышав это, Джанте был ошеломлен. Понимая, что человек собирался начать атаку, Джанте быстро сказал. Подождите, я знаю, что я убил человека в Ишилье и попал в розыск, но разве награда не 1000 золотых монет? Кроме того, они не хотят мою жизнь в ордере. Откуда появились 5000 золотых монет? Хватит притворяться. Женщина в маске открыла рот, что поразило Джанте. Ты убил двух охотников за наградами, которые собирались арестовать тебя на сером холме. Ты забыл об этом? Из-за этого события награда поднялась до 5000 золотых монет. Что? Я убил двух охотников за наградами, которые пришли за мной. Невозможно. Кроме вас, я не встречал других охотников за наградами, с тех пор как прибыл на серый холм. Джанте сказал серьезно. Это должно быть ошибка. Ошибка? Женщина в маске ухмыльнулась и посмотрела на перчатки Джанте. Мы проверили тела охотников за наградами. Раньше мне было любопытно о их ранах, при виде твоих перчаток, я наконец поняла. Ты ублюдок. Ты чувствуешь себя очень круто, вырывая сердца других, используя когти. Сегодня я покажу тебе цвет твоего же сердца. В тот момент, когда Джанте услышал это, он сразу же все понял. Эти два охотника должно быть встретили Даусона и были убиты последним. Этот ублюдок оставил мне большие неприятности даже после смерти. С обвинением в убийстве два охотников за наградами, Джанте сразу же решил отрицать, вспомнив предупреждение Крелла о племенах медведей. Здесь есть много силачей. Основываясь на моей нынешней боевой силе, я не способен сражаться с племенами медведей. Хотя я могу убить двух человек, ну и что с этого? Вырастет ли награда до 50 тысяч золотых монет? Затем два еще более сильных охотников за наградами придут. Что делать? Ублюдок Даусон уже умер и стал дерьмом зверей на сером холме. У меня нет свидетелей, которые могут подтвердить это. ХМПФ, у тебя нет оправдания, верно? Голос женщины стал беспощадным. Тогда отправляйся в ад. Сказав это, женщина сразу же бросилась к Джанте. В то же время, она хлопнула в ладоши, выпустив пару серебряных боевых ци размером с ладонь в сторону Джанте с более чем 10. Ближний бой не выглядит хорошей идеей, особенно когда противники хотят меня убить. Нехорошо быть окруженным двумя сильными бойцами ЛВ-10, иначе я могу потерять свою жизнь. Я также не должен их убивать. Иначе убив этих двух охотников за наградами, мне нужно будет уйти далеко, но я не хочу умирать здесь. В мгновение ока серебряная боевая ци почти достала груди Джанте. Джанте немедленно принял решение. Нужно закончить это как можно быстрее. То, что заставило Джанте немного успокоиться, заключалось в том, что мужчина позади него не бросился к нему вместе с этой женщиной в маске. Вместо этого он просто приблизился. Возможно в глазах этого мужчины, женщины будет достаточно, чтобы разобраться со мной. Это шанс, я должен им воспользоваться. Джанте взревел и мгновенно активировал руну быстрого движения. Тем временем он ткнул короткими копьями в боевую ци размером с ладонь. Джанте только использовал 30% своей силы. В тот момент, когда он коснулся боевой ци, Джанте был отброшен назад, как обычный ЛВ-8 или ЛВ-9. Будучи потрясенным этой мощной боевой ци, копья Джанте и сам Джанте отлетели назад. При помощи инерции, Джанте казалось хотел сбежать. Поняв, что Джанте собирался сбежать, мужчина стоявший за Джанте, изменил свое местоположение, в то время как женщина ответила холодным ХМПФ. «Ты думаешь, что сможешь убежать?» Выступление Джанте было в пределах ожидания охотников, поэтому им это не показалось странным. Согласно информации полицейского участка в Ишили, Джанте скорее всего был ЛВ-9. Если оба охотника будут сражаться с Джанте, они могли бы мгновенно убить его. Тем не менее, Джанте не был похож на любого убийцу, с которым они когда-либо сталкивались. Когда женщина помчалась в сторону Джанте, тот сразу же изменил свои движения. Джанте мгновенно ускорился вперед, а не назад. За долю секунды, эффект один шаг одна сцена был показан Джанте. Джанте сильно оттолкнулся от земли. После этого он бросился в женщину с яростью, как мощный болт. Он двигался даже быстрее и свирепее, чем женщина в маске. Ни один из двух охотников не представлял, что Джанте только что притворялся. Джанте сделал это, чтобы привлечь эту женщину ближе. Увидев, что Джанте мгновенно изменился, мужчина, который наблюдал и блокировал путь Джанте, изменил выражение лица. А Лаура аккуратнее. Почти в то же время, мужчина бросился к Джанте. Однако поскольку мужчина находился на расстоянии 50-м от Джанте и женщины, как только он начал двигаться, он увидел, как Джанте сталкивается с женщиной. Джанте действительно был слишком близко к этой женщине. Кроме того, они мчали друг к другу, поэтому расстояние в 10-20-м было слишком коротким. В тот момент, когда Джанте начал двигаться, он уже приблизился к женщине в маске. Женщина не двигалась назад. Вместо этого она ударила в грудь Джанте с ледяными глазами. Джанте тоже не двигался назад. Он взревел, высунул руку и разбил ее боевую цепь при помощи перчаток. После этого, он был в один им от женщины и начал настоящую кровавую битву. На таком коротком расстоянии, копье Джанте было бесполезным, так же как и атака боевой ци этой женщины. Поэтому они могли только атаковать друг друга руками и ногами. В таком случае, воздушная атака боевой ци, которую невозможно было освоить до ЛВ-10, сразу становилась бесполезной. В такой ситуации, победу определяли. Физическая сила, боевые навыки и воля. Обычные бойцы ЛВ-9 никогда не могли сравниться с сильными бойцами ЛВ-10 в таких ситуациях, поскольку они отличались во всех аспектах. Таких как физическая сила и скорость реагирования, за исключением Джанте. Съев так много фруктов 7 сил и активировать навык быстрого движения, Джанте получил благословение скорости и гибкости. Его физическая сила полностью превосходила физическую силу бойца ЛВ-10, так же как и его скорость реакции. Плюс супер мощный эффект боевой ци железной крови, и эффект отпоры перчаток. Разрыв между Джанте и этой женщиной был сужен. Обе стороны были равны. Менее чем за один секунду, они столкнулись более 10 ударами кулаками, ладонями и коленями, вызывая последовательные глухие звуки. Женщина в маске была жестокой. Каждое ее движение было жестоким. Она продолжала атаковать глаза, горло, сердце и промежность Джанте. Джанте рассмеялся. Из-за того, что он культивировал себя в ситуации возвращения проблем, он очень хорошо закалил каждое движение кулака железной крови и мог очень быстро использовать любой навык. Что касается близкой битвы, хотя Джанте не был уверен сможет ли он победить боевого мастера или великого боевого мастера, он вообще не боялся сильных бойцов. Движения женщины были очень злобными и острыми. Конечно, Джанте не пожалел бы ее в такой критический момент. В противном случае он бы искал смерти. Этот мужчина приблизился к ним. Он хотел присоединиться к битве. Как мужчина, он должен это сделать. Однако в этот момент мужчина обнаружил, что не может этого сделать. Причина была проста. Независимо от того, как эта женщина двигалась, Джанте держал ее между ним и мужчиной. Если бы он посмел начать атаку, он сначала повредил бы его партнерши. Все трое двигались быстро. Мужчина был точкой А, женщина была точкой Б. Независимо от того, как они двигались, Джанте всегда оставался на продолжении линии прямой А. Кто не понял, идите в школу, не позволяя мужчине присоединиться к битве. Вначале Джанте просто блокировал этого мужчину, оставаясь в относительно безопасном месте. Постепенно он включал эффект один шаг одна сцена в битве. Джанте, казалось, получал просветление в чем-то. Два охотника за наградами полностью изменили выражение лиц, поскольку они не представляли, что Джанте может изменить битву 2-1 в битву 1-1. Почему такой сильный убийца стоит всего 5000 золотых монет? Черт возьми, почему они сказали, что этот парень максимум ил в 9. Мужчина дважды попытался присоединиться. Однако учитывая безопасность женщины, он потерпел неудачу, и его лоб начал потеть. Он понял, что боевые навыки Джанте в ближнем бою были даже лучше, чем у Алауры. Кроме того, Джанте имел очень страшную силу. Плюс это пара странных перчаток. Наконец, битва подошла к концу с глухим звуком от Алауры, когда Джанте сжал ее шею одной рукой. Глава 433 Заложница отпусти ее мужчина взревел от ярости и хотел напасть на Джанте. Тем не менее, Джанте использовал свою силу, заставляя женщину немного простонать. Услышав это, мужчина мгновенно остановился. Ни мужчина, ни женщина не представляли такого результата. По их мнению, полицейский участок Вышили совершил роковую ошибку в информации, которую они им предоставили. Они допустили серьезную ошибку в уровне и реальной боевой силе Питера. В их глазах, Джанте был по крайней мере ЛВ-10, хотя он не показывал свою боевую ЦИ. Чтобы справиться с такой задачей, требовались более мощные охотники за наградами. Сеттон, не беспокойся обо мне, убей его. Хотя ее шея была сильно заржата рукой Джанте, ограничив ее центральный нерв, она все еще подняла голову и сказала сквозь стиснутые зубы. Только в этот момент Джанте узнал имя мужчины. Затем Джанте посмотрел на эту женщину. Хотя ее лицо было скрыто, ее шея была элегантная и стройной с гладкой кожей. Она должна красиво выглядеть. Тем не менее, у Джанте не было времени оценить красоту. Только что, он был почти убит этой женщиной много раз. Если бы он не съел много фруктов железного тела, его голова была бы отрублена. Джанте чувствовал, что он был как отрицательный персонаж в рыцарских романах. Только такие отрицательные персонажи похищают женщин. Услышав, что женщина все еще призывает убить его в этот момент, Джанте жестоко ударил ее нижнюю часть живота, заставив ее немедленно расслабиться. Обращайся с врагами безжалостно, с мужчинами или женщинами. Это то, чему Дандер научил Джанте. «Ублюдок, прекрати, что ты делаешь? Я убью тебя!» Взревел Сеттан, как яростный бык, его глаза покраснели. При виде внешнего вида мужчины, Джанте подумал об отношениях между мужчиной и женщиной. Были ли они парой или братом и сестрой? Почему они так нервничают? Как козел отпущения, я чувствую себя не очень хорошо. Лучше не провоцируй меня! Джанте рассмеялся в сторону Сеттана и этой женщины. «Что ты сказал? Ты хочешь меня убить? Ладно, подходи!» Сеттан действительно хотел наброситься на Джанте. Однако взглянув на женщину, он замялся. Поэтому он мог только тяжело дышать, глядя на Джанте. «Если ты отпустишь ее, мы обещаем больше не преследовать тебя». Джанте рассмеялся. «Ты думаешь я настолько глуп, чтобы поверить словам охотников за наградами? Не будь таким наивным. Чего ты хочешь?» Сеттан немного успокоился. Услышав этот вопрос, Джанте кивнул внутри. «Этот Сеттан не глуп, по крайней мере он знает, что я не убью эту женщину прямо сейчас. Он знает, что у меня есть требования». В тот момент, когда Джанте хотел ответить, он услышал голос женщины, которая только что оправилась от прошлого удара. «Сеттан, не верь ему, убей его». Когда женщина восстановила дыхание, она снова начала скулить. Кроме того, она сердито посмотрела на Джанте с двумя ненавистными глазами. «Я, я убью тебя, ты не сможешь сбежать, ублюдок. Заткнись, твоя жизнь в моей руке. Если я расстроюсь, я могу убить тебя немедленно. Неужели ты думаешь, что я не посмею тебя убить?» Джанте внимательно посмотрел на женщину, и притворился очень свирепым и мрачным. «Пэр, просто убей меня, так как ты в пустыне льда и снега, ты не сможешь сбежать», сказала женщина. Увидев, что Джанте замолчал, женщина закричала, что очень раздражала. «Сеттан, убей его». Конечно, мужчина не смел двигаться. Тем не менее, Джанте сразу же разозлился. Он вытащил кинжал из своей талии. Под испуганным взглядом Сеттана и криком этой женщины, Джанте отрезал волосы этой женщины, в результате чего часть ее волос упала на землю. «Черт, с этого момента, если ты посмеешь говорить без моего согласия, этот отец будет наносить рану на твоем лице за каждое предложение. Если ты мне не веришь, давай посмотрим». Женщинам не позволено прерывать мужские разговоры. Джанте сказал свирепо, и дважды провел кинжалом по металлической маске. Услышав звук трения между острым клинком и металлической маской, женщина действительно заткнулась. Это ублюдок Дандер прав. Хотя некоторые женщины не боятся смерти, ни одна из них не может вытерпеть, если их лицо будет испорчено. Даже очень уродливая женщина не хотела бы быть более уродливой. Джанте посмотрел на мужчину по имени Сеттон. «Черт, я почти забыл, что хотел сказать из-за этой женщины. Я спрашивал, чего ты хочешь». Сеттон пытался контролировать свой гнев. «О, точно». Джанте ухмыльнулся, что даже вызвало мурашки по всему телу мужчины. «Я хочу, чтобы ты вернулся в Ишиль, чтобы отозвать мой ордер на арест, после чего принеси мне документ об освобождении. Это невозможно». Сеттон отказался от этого немедленно. Джанте продолжал скользить кинжалом по металлической маске женщины, и глумился. «В этом мире может быть что-то невозможное, но ордер на мой арест явно не входит в эту категорию. Если это было сделано людьми, это можно исправить». Освобождение не так-то просто. С момента основания города Ишиль освобождение от ордера на арест не происходило. Все беглецы были пойманы или убиты, и лишь немногие из них сбежали. Сеттон помахал головой. «Этот ордер изначально был ошибкой. Я действительно убил кого-то в Ишиле. Тем не менее, этот человек был лакеем острова Магической Змеи. Так как у меня есть споры с островом Магической Змеи, она преследовали меня. Они хотели убить меня. Я делал это, чтобы защититься. После убийства этого лакея, меня преследовал Даусон, воин круглого стола острова Магической Змеи. Эта пара перчаток принадлежала ему. Убив его несколько дней назад, я забрал их. Согласно вашему описанию, тот, кто убил предыдущих двух охотников за наградами при помощи перчаток, должен быть Даусоном. Это не имеет никакого отношения ко мне. Услышав объяснение Джанте, внешний вид мужчины изменился. «У тебя есть доказательства?» Доказательства найти нетрудно. Этот человек, убитый мной в Ишиле, не появился из воздуха. Если вы посмотрите на его происхождение, вы узнаете его реальный статус. Я считаю, что Ишиль сможет это определить. Что касается новостей о Даусоне, войне круглого стола острова Магической Змеи и этой паре перчаток, я думаю, что много людей должны были слышать о нем. Ты поймешь, что я говорю правду, после простого расследования. Кроме того, я встретил дикого покровителя школы Гаи, после того, как я убил Даусона. Его зовут Крелл. Он может подтвердить, что я убил Даусона и получил его перчатки. Он направляется на север, чтобы наблюдать за волной демонических крыс. Джанте знал, что отношения между школой Гаи и племенами медведей в пустыне льда и снега являются гармоничными. Поскольку это был просто показание в качестве свидетеля, это не принесло бы Креллу никаких неприятностей. Поэтому Джанте сказал им спросить Крелла. Напротив, Джанте был в большой беде. Он нуждался в помощи Крелла. Услышав объяснение Джанте, Сеттон замолчал, как и предполагал Джанте. Так как ты этого не делал, ты можешь отпустить Лауру. Прошу прощения, но тут я ставлю условия. Я не полностью доверяю вам. Несколько минут назад вы даже хотели убить меня. Вы, возможно, попытаетесь убить меня сразу же, как я ее отпущу. Если ты хочешь, чтобы я ее освободил, ты должен показать мне документ об освобождении. Джанте нахмурился и сказал, ты можешь отправиться в Эшиль вместе с нами, чтобы выяснить, что случилось. Это нужно тебе. Мое время очень дорого. Кроме того, если я сейчас вернусь в Эшиль, не стану ли я самоубийцей? Моя голова стоит пять тысяч золотых монет. Вы знаете, что люди могут убить других даже за пять золотых монет, не говоря уже о пять тысяч золотых монетах. Что если я не соглашусь? Сеттон сразу же прищурил глаза. Я немедленно убью эту женщину, после этого я буду сражаться с тобой. Возможно, я смогу убить тебя. Если так, ты увидишь мое имя в списке разыскиваемых в Эшиле. А затем я покину пустыню льда и снега, так как здесь меня ничто не держит. Ответ Джанте разрушил последнюю иллюзию Сеттона. Хорошо, я обещаю, что сделаю это. Но как ты обеспечишь безопасность Элауры? Сеттон взглянул на Элауру. Я не могу обеспечить ее безопасность, но у тебя нет другого выбора. Джанте посмотрел на женщину, которая хотела убить его, прежде чем покачать головой. У этой женщины нет пухлой задницы или грудей. Она вообще не похожа на женщину, я в ней не заинтересован. Пока она не угрожает моей жизни, я не трону ее. Хорошо, я отправлюсь в город Эшиль. Надеюсь, ты запомнишь свои слова, иначе ты пожалеешь. Взглянув на Джанте, Сеттон обернулся и намеревался уйти. Стой. Джанте остановил его, указав на ограничительное ожерелье Наталии Сеттона, которое было символом охотников за наградами. Передай мне эту штуку, я не могу ее держать целый день. Сеттон прямо бросил ограничительное ожерелье, прежде чем уйти. Глава 434.1 Питомец Джанте Джанте наблюдал, как Сеттон исчезает вдали. После этого, он обернулся и посмотрел на женщину. Женщина все еще смотрела на него. Однако, учитывая прежнюю угрозу Джанте, она наконец успокоилась. Джанте стоял на месте, однако он не отпускал ее. Он продолжал стоять в течение 1 минуты, 2 минут, 10 минут. В этот момент, Джанте услышал рев издалека, в то время как Сеттон снова появился на расстоянии. Питер, ты ублюдок. Запомни, если ты посмеешь выкинуть какие-то трюки, я сделаю рану на лице этой женщины. Джанте закричал в его сторону. Проиграв словесно Джанте, Сеттон снова ушел. Джанте знал, что Сеттон действительно ушел на этот раз. Как ты узнал, что Сеттон не ушел? Будучи все еще пойманной, эта женщина сверкнула глазами под маской, и наконец не могла не спросить Джанте. Честно говоря, я не знал. Я просто попытался. Независимо от результата, я ничего не потеряю. Джанте небрежно пожал плечами. Услышав это, женщина стиснула зубы. В следующие несколько секунд, Джанте держал ее за шею одной рукой, нацепив ограничительные ожерелья на шею и запястья женщины другой рукой. Ограничительное ожерелье было металлическим ограничительным инструментом. Хотя оно казалось простым, у него была великая сила. Джанте улыбнулся. Поскольку ограничительные ожерелья были сделаны дворцом Хуайань, они были бесценными. Джанте видел их на острове Скрытого Дракона. Это было вне его воображения, что он встретит их здесь. В тот момент, когда ограничительные ожерелья были закреплены на шее и запястье, их эффект вступит в силу. Таким образом, они могут ограничивать движение и подавлять боевую силу. Когда на нее одевали ограничительные ожерелья, женщина начала активно бороться. Тем не менее, Джанте не заботился об этом. Он надел их на ее шею и запястья, создав несколько тресков. После этого, он вытащил ключ из ограничительных ожерелей и стал слепо обыскивать тело женщины. Что ты делаешь, Аркх? Женщина стала взволнованной и закричала, думая, что Джанте хочет над ней надругаться. Конечно же я обыскиваю твое тело. Я не хочу попасться на какую-то скрытую уловку. Учитывая то, что ты пленник, я должен обыскать твое тело. Джанте не волновал ее ответ. Он вытащил кинжал из ее талии. После этого, он обнаружил мешок для хранения, который содержал различные предметы, включая другой ключ от ограничительных ожерелей. Конечно, Джанте забрал все. Джанте обыскивал очень внимательно. После ощупывания ее талии, под непрекращающимися криками, он начал ощупывать ее задницу и бедра. Эта женщина была тигрицей. Увидев, как Джанте присел на корточки и касался ее бедер, она мгновенно подняла колено, чтобы ударить по лицу Джанте. После надевания ограничительных ожерелей, боевая сила этой женщины резко снизилась. Ее текущая боевая сила была между ЛВ-5 и ЛВ-6. Увидев движение женщины, Джанте ударил ее колено своим локтем. На этот раз, женщина почувствовала боль. С глухим звуком, она почти упала на землю. Джанте щупал очень быстро и осторожно. После столкновения с этой женщиной, он продолжил ощупывать от бедер женщины до ее ступ, прежде чем перейти вверх до ее груди. Хотя Джанте не собирался оскорблять женщину, он обыскал каждое место на ее теле, включая ее чувствительные части. Женщина слегка дрожала от напряжения или ярости. Особенно когда Джанте дошел до ее груди, она сразу уже стала жесткой. Ее одежда казалась приятной. После быстрого обыска, Джанте остановился. Понимая, что он просто обыскивает, женщина немного восстановила свое самообладание. По крайней мере, она больше не кричала. Однако, когда Джанте захотел снять ее маску, она снова закричала. Если ты посмеешь снять маску, я клянусь, что убью тебя, независимо от того, где ты находишься. Увидев ее твердую волю, Джанте был ошеломлен и остановился. Посмотрев на маску, он пробормотал. Может быть она выглядит слишком уродливо, поэтому она боится показывать свой внешний вид. Хэм, это действительно возможно. Красивые женщины всегда не перестают хвастаться своей внешностью. Что ж, учитывая, что ты женщина, я не сниму твою маску. Расценивай это как мое особое обращение. Я не буду тебя обижать. После того, как мой ордер на арест будет снят, я отпущу тебя. Поэтому предупреждаю, если ты попытаешь что-то сделать, я больше не буду относиться к тебе так вежливо. Джанте стал серьезным. Затем Джанте собрал свои два коротких копья и покинул эту долину вместе с ней. Джанте сказал ей отправиться на юго-запад вместе с ним. Хотя она и не хотела этого делать, женщина все же последовала за Джанте на юго-запад. Давая ей лицо, Джанте не тянул зацеп на ограничительных ожерельях. Эта женщина также знала, что Джанте дал ей немного лица. Поэтому она не сопротивлялась Джанте, как бы ни были ненавистны ее глаза. Пройдя несколько километров на средней скорости, Джанте почесал голову. Мы не можем двигаться с такой низкой скоростью. Если я буду продолжать бежать с крейсерской скоростью, я могу пробегать 400-500 км в день. Но если я буду бежать на высокой скорости, я прибуду в южный регион пустыни льда и снега через пару дней. Однако с этой женщиной моя скорость передвижения сильно замедлилась. Хотя ограничительные ожерелья в определенной степени запечатывали способности женщины и мешали ей быстро перемещать ее ци и кровь, она не полностью потеряла способность двигаться. Джанте было интересно, как быстро она может бежать. Насколько быстро ты можешь бежать? Джанте спросил эту женщину. А как быстро ты хочешь? Поскольку я хочу достичь юга пустыни льда и снега, на этой скорости нам понадобятся месяцы, чтобы прибыть туда. Поэтому я хочу ускориться. Услышав слова Джанте, женщина сверкнула глазами. Ты имеешь в виду ледниковую трещину Хайдела? Точно. Джанте не боялся рассказывать ей о своем пункте назначения, и он не беспокоился о ее трюках. Женщина сказала. Если ты снимешь ограничительные ожерелья, я смогу бежать на той же скорости, что и ты. Ты действительно считаешь меня идиотом? Джанте рассмеялся. Ты знаешь, что это невозможно, потому что я не настолько глуп. Я знаю, что они ограничивают твои способности в определенной степени, но ты все равно можешь соответствовать бойцу ЛВ6. Кроме того, ты не потеряла свою выносливость и базовую физическую силу. Поэтому я хочу сыграть с тобой в игру. В какую игру? Джанте показал злую улыбку. Взглянув на ее фиолетовые волосы, Джанте ответил. Эта игра называется стрижка. Я буду бежать впереди. Если ты отстанешь от меня на 30 метров, я буду отрезать прядь волос с твоей головы, пока она не станет лысой. Джанте объяснил и очень ненормально облизнул губы. Тем временем, его глаза стали мерцать. Мне больше нравятся лысые женщины. Женщины с лысыми головами очень сексуальны. Круглая гладкая голова похожа на большую грудь. Хе-хе-хе-хе. Джанте показал странную улыбку. Если ты меня затормозишь, ты должна будешь компенсировать мне. Ах. Женщина закричала. Держись от меня подальше, извращенец. Это зависит от твоего поведения. Сказав это, Джанте начал бежать. Женщина поспешно последовала за ним. Джанте был доволен такой игрой. Однако он не заметил яркого света, который начал мелькать в глазах женщины, после того, как он обернулся и начал бежать. После отрезания двух прядей волос, Джанте наконец-то выяснил ее максимальную скорость передвижения. Она составляла от 30 до 35 км в час. Хотя это было немного медленно, Джанте был в основном доволен этим. Пока они двигались на юго-запад, они видели все больше лесов. К сумеркам они пробежали более 200 км. Наконец они нашли небольшой домик у подножия горы. При виде этого домика, Джанте забежал внутрь. Казалось это временное здание, сделанное охотниками или лесорубами. Хотя он был не очень хорошим, по крайней мере он был твердым и мог служить убежищем. Посреди домика находились дрова и китайский камин. Вокруг камина были обугленные камни. Пол был покрыт толстым слоем пыли. Казалось, что домик долгое время не посещали. После небольшого осмотра, Джанте решил сегодня вечером отдохнуть здесь. Мы останемся здесь, Джанте сказала ей. Хотя ее лицо было скрыто, но следуя за Джанте в течение целого дня, ее грудь поднималась и падала. Было понятно, что она немного устала. Однако она не говорила этого из-за высокой самооценки. Я хочу помочиться. Через некоторое время женщина, наконец, выпалила. Джанте ухмыльнулся, указывая на куст. Ты можешь сходить туда, я обещаю не подглядывать. Тебе лучше хлопать в ладоши или петь песню, сохраняя тишину менее 10 секунд. Ты можешь попытаться убежать, но я поймаю тебя и я дам тебе понять ощущение, когда твоя голова лысая. Под маской, женщина впилась взглядом в Джанте и ответила холодным ХМПФ. После этого она направилась к ближайшему кусту. Посмотрев, как она вошла в куст, Джанте действительно услышал, как она хлопает в ладоши. Оглянувшись, Джанте ухмыльнулся, зайдя за домик. В мгновение ока, он вытащил немного мяса демонических крыс из подземной ледяной пещеры замка Черного Железа. Плоть демонических крыс все еще была свежей. Джанте вымыл ее в ручейки неподалеку. После этого, он пронзил их двумя остроконечными палочками перед тем, как занести их в домик. Затем Джанте разбил дрова и поджег их в камине. Звук хлопанья за кустом не прекращался. Когда она вошла в домик, она заметила огонь в камине. Тем временем, пламя облизывало плоть демонической крысы на два палках в руках Джанте. Хотя плоть не была полностью готова, она уже начала выпускать аромат. Глава 434-2 «Питомец Джанте, вот твой ужин». Джанте передал ей кебаб. Женщина без колебаний взяла его и продолжала жарить плоть демонической крысы напротив Джанте. Демоническая крыса. После обжаривания ее несколько секунд, женщина дважды понюхала и сразу же идентифицировала плоть. Хе-хе, какой острый нос. Улыбнулся Джанте. Женщина серьезно взглянула на Джанте и сказала. Демонические крысы почти не появляются поодиночке. Они выходят только в глубокую ночь. Где ты взял мясо? Услышав вопрос женщины, Джанте слегка насторожился. Он не представлял, что эта женщина будет такой дотошной. Тем не менее, Джанте все же притворялся циничным. Я забыл тебе сказать. Собственно, я также могущественный контролер животных. Услышав объяснение Джанте, женщина ответила холодным ХМПФ. Очевидно, что она вообще не верила Джанте. Джанте объяснял дальше. Он ответил ухмылкой. Алаура, можешь рассказать о охотниках за наградами? Эта профессия звучит интересно. Ничего интересного. Нам платит, чтобы мы убивали людей. Женщина ответила мрачным голосом. Казалось, она нахмурила лоб за маской. Я должна предупредить тебя, хотя я в твоих руках, поскольку мы не знакомы друг с другом. Пожалуйста, не называй меня по имени. После того, как ему отказали, Джанте почесал нос. Поскольку у него была толстая кожа, он не был смущен этим. Вместо этого он почувствовал себя заинтересованным. Хорошо, я не буду называть тебя Алаурой, но я должен как-то называть тебя. Такие джентльмены, как я, не должны всегда говорить ей, я не хочу быть таким грубым. Что тебе больше нравится, красавица или сестра с железным лицом? Сказав это, Джанте наблюдал, как женщина крепко сжимает палку. Между тем, ее грудь начала поднимать и падать. Посмотрев на Джанте, она повернула голову и замолчала. Хотя эта красотка была ужасающей, когда она выходила из себя. Когда Джанте обнаружил, что она на самом деле очень милая. Так как ты сама не сделала выбор, я сделаю это за тебя. Учитывая, что тебе нравится носить эту маску и вести себя еще более свирепо и холодно, чем мужчины, я буду называть тебя младшей сестрой с железным лицом. Она не отвечала, Джанте. Не могла бы ты рассказать мне что-то о пустыне льда и снега? Она продолжала не отвечать, Джанте. Джанте, расскажи мне о своем детстве, когда ты начала носить эту маску. Женщина молчала. Тебе не понравилась младшая сестра с железным лицом? Я понимаю. Боюсь, что ты старше меня. Это нехорошо называть тебя младшей сестрой. Но звучит круто. Грудь женщины медленно начала подниматься и падать. После нескольких минут могу я задать тебе вопрос? Ты умываешься в маске? Заткнись. Женщина наконец потеряла самообладание и яростно ударила кебабом в грудь Джанте. Джанте рассмеялся и отступил назад, чтобы уклониться от него. После ужина луна уже повисла в небе. Наблюдая за все более темным небом, женщина прислонилась к дверной раме и сузила глаза с сомнительным взглядом. Джанте стоял на одном колене возле двери и бормотал молитвы школы Гайи. Тем не менее, Джанте активировал печать в разделе призыв на один им этаже пагоды всех духов и прижал ее к матери земли перед ним согласно шагам в сутре великой пустыни. Загадочно, но когда Джанте надавил печатью в мать землю, он почувствовал, что она погрузилась в землю, как камень брошенный в пруд, вызывая рек. Через некоторое время, под удивленными глазами женщины, в кустах появилась пара зеленых точек. Когда они приблизились, Алаура обнаружила, что это обычный дикий волк. Он подошел к домику и встал, не сводя с Джанте глаз. Вскоре после дикого волка прибыло еще несколько животных, таких как змеи, ежи, ящерицы, кабаны и леопарды. Все животные тихо стояли вокруг домика и наблюдали за Джанте. Увидев все больше животных вокруг кабины, женщина в маске постепенно показала шок. Джанте также был потрясен этим, и он проглотил свою слюну. Он не представлял, что печать раздела призыв была настолько эффективной. Она вызвала так много живых существ и лвы ноль. С серией звуков взмахов крыльев, белоснежная сова прилетела сюда и упала на крышу домика. Джанте действительно было интересно, какие другие животные прибудут, если он все продолжит ждать. При виде этой совы, глаза Джанте замерцали. Слегка подняв руку, Джанте отдал в голове приказ. Получив его приказ, сова взлетела с крыши и приземлилась на руку Джанте. Джанте активировал печать в разделе управления, что заставило ее просветлеть. Когда он гладил сову, он засунул печать в эту сову. Через долю секунды, Джанте почувствовал, что у него появилась духовная связь с этой совой. Это мой первый питомец? Джанте был очень взволнован, хотя его взгляд оставался неизменным. Хотя он использовал два печати с один гоэтажа пагоды всех духов, Джанте не жалел об этом. Вместо этого он взволновался. Какая отличная сутра великой пустыни. Идите, возвращайтесь к матери земли. Лицом к женщине, Джанте приказал этим животным мягким тоном. Конечно, на самом деле он просто приказал внутри. Услышав его приказ, все животные сразу же убежали. Кроме этой белоснежной совы, которая терлась головой о руку Джанте. Следи за этой женщиной. Если она убежит ночью, не забудь сообщить об этом мне. Если придет кто-то еще, тоже сообщи мне. Сказав это, Джанте поднял руку, посылая белоснежную сову в полет. Однако она не улетела далеко. Вместо этого, она просто присела на большое дерево в 20 метрах от домика. После этого, она начала смотреть на женщину своими сверкающими глазами. Женщина была полностью ошеломлена. Смотря на Джанте, она спросила невероятным тоном. Ты действительно контролер животных? Да. Джанте улыбнулся, обнажив его замечательные белые зубы. Взглянув на сову, женщина сразу же замолчала. С блестящими глазами, она думала о чем-то своем. На третий вечер, белоснежная сова пролетала вокруг небольшого городка Шиатта в 300 км на западе от города Ишиль. Прежде чем полететь к холму на северо-востоке от маленького городка, сова двигалась очень быстро. Через некоторое время, она уже была в 20 км от маленького города и исчезла в лесу. Наконец она приземлилась на руку человека. Хотя совы были умными, они никогда не смогут сравниться с людьми. Поэтому они не могли общаться с людьми, как люди общаются друг с другом. Даже сейчас она могла общаться с Джанте, только хлопая крыльями. Джанте рассказал ей, как передавать информацию, хлопая крыльями. Если впереди кто-то был, сова поднимет левое крыло. Если она заметила здание, она подняла бы правое крыло. Однако на этот раз, сова последовательно махала своими крыльями, что имело только одно значение. Впереди было много людей из Дании. Джанте получил это сообщение от совы. Иди, отдохни и съешь что-нибудь. Возвращайся ночью. Джанте поднял руку, чтобы отправить сову. После этого, Джанте вытащил карту пионеров и компас. Он начал внимательно изучать карту. Нет необходимости проверять. Это город Шиатта. Мы уже прибыли в южный регион пустыни льда и снега. Если ты пойдешь на запад отсюда, ты увидишь ледниковую трещину Хайдела. Пробыв в плену три дня, женщина в маске наконец открыла рот. Убрав карту и компас, Джанте посмотрел на женщину и почесал голову. Я боюсь, что Сеттон бросил тебя. Почему за три дня нет ни одного сообщения? Я видел ты оставляла несколько меток по пути. Он сможет найти нас? Даже Джанте начал недоумевать. Он был здесь ради фруктов семи сил огромного волка. Услышав вопросы Джанте, женщина в маске ответила холодным Хаймпев. Так как было еще рано, Джанте прошел еще 40 крем к западу. До заката они наконец нашли подходящее место для отдыха на склоне холма. Он не мог пойти в Шиатту вместе с этой женщиной. Это место было очень близко к Ишилю. Оно даже было на территории города Ишиль. Поскольку маска этой женщины и ограничительные ожерелья были слишком привлекательными, Джанте боялся больших неприятностей, если бы люди узнали, что он схватил охотника за наградами. Кроме того, дорога постепенно становилась оживленной. Менее чем за 10 миль они почти столкнулись с несколькими партиями пионеров. Хотя они были здесь очень мало, Джанте обнаружил, что все больше пионеров вливается в Шиатту. Почти все направлялись к ледниковой трещине Хайдела. Джанте было интересно, появились ли новые открытия. Стоя на склоне холма, Джанте некоторое время понаблюдал за огромным полем, прежде чем повернулся. Сегодня мы отдохнем здесь. Вечером они съели жареный картофель. В пустыне льда и снега, картофель который обладал чрезвычайно сильной приспособляемостью, был основным источником еды местных жителей. Кроме того, холодостойкая пшеница также была популярна здесь. Эти растения выращивались во многих деревнях. Постепенно потемнело. При виде ручья и пруда за камнями, женщина настояла на том, чтобы принять ванну. Поэтому Джанте отпустил ее. Конечно, даже если она принимала ванну, ей все равно пришлось носить ограничительные ожерелья. Независимо ни от чего, ограничительные ожерелья не влияли на ее движение. Чтобы пожарить картошку, требовалось минимум полчаса. Пока Джанте жарил картошку, думал о своем плане. Если все пойдет хорошо, после формирования еще девяти фруктов семи сил огромного волка, я вернусь в город Блэкхат, чтобы навестить старых друзей, таких как Барлей, Дук и девушек из ассоциации Рос. Если они захотят, я заберу их и членов их семьи, и доставлю их в замок Тзинью. Что касается того, куда они отправятся в будущем, это их выбор. Когда начнется трия священная война между людьми и демонами, город Блэкхат не будет безопасным местом. Когда он вспомнил город Блэкхат, Джанте не мог не вспомнить мисс Дайну. Примечательно было то, что на этот раз он просто скучал за ней, вместо того, чтобы мечтать о сложных, злых моментах с ней. Джанте знал, что он вырос и наконец вышел из тени мисс Дайны. Ты кто помогла ему вырасти, была другая женщина с голубыми глазами. Джанте выполнил свою мечту с ней. Эта женщина знала, что он знал, кем она была. Однако они оба притворились, что ничего не знают о реальном статусе противника. Сохраняя это в секрете, они сделали это очень интересным. Лицо мисс Солины появилось в голове Джанте. Глава 435. Опасная ночь независимо ни от чего. Самое важное в настоящее время. Фрукты семи сил огромного волка. Но если Сеттон не появится, должен ли я везде таскаться с этой женщиной? Джанте наконец понял, что женщина была похожа на принцессу. Он не мог убить ее, избить или оставить ее одну. Кроме того, Джанте должен был снабжать ее едой и напитками целый день. Как говорилось в старой китайской поговорке, время раскрывает сердце человека. Возможно, он действительно не мог относиться к женщинам слишком плохо. Его поддельный внешний вид злого человека был полностью идентифицирован этой женщиной менее чем через два дня. Поэтому женщина стала более смелой. Мужчина и женщина были в дикой природе, а женщина была пленницей мужчины. Что это значит? Это был вызов мужчине. Черт! Насколько низкая эффективность у города Ишиль. Это всего лишь изъятие ордера на арест. Почему они такие медленные? Пробормотал Джанте, переворачивая картофель под пеплом. В этот момент он услышал яростный упрек. Раздражайте! Это был голос женщины. Джанте немедленно бросился туда с двумя короткими копьями. Когда он прибыл на берег реки, Джанте увидел трех пионеров-мужчин. Они ухмылялись. Одежда женщины лежала на камне. Один из них непристойно взял черное нижнее белье женщины и понюхал его, как аромат. Сказав это, три мужчины одновременно засмеялись. Женщина сидела на корточках в ручье, вода доходила ей по шею. Джанте не знал, видели ли ее три парня или нет. На самом деле, когда Джанте прибыл сюда, он увидел, что на ее лице все еще была маска. Женщина дрожала. Согласно мнению Джанте об этой женщине, он знал, что это не из-за страха, а от ярости. Вы три дважды ударьте свои лица, прежде чем укатиться отсюда. При виде ситуации, Джанте уже понял, что произошло. Три пионера случайно проходили мимо реки, или, возможно, они были здесь, чтобы попить немного воды, услышав звук воды. Однако они увидели, как Алаура купается в ручейке. Трем пионерам было 30 или 40 лет. Учитывая их внешность, Джанте знал, что они живут бедно. Хотя они были грубыми и непристойными при виде женщины, принимавшей ванну, Джанте не думал, что из-за этого их нужно убивать. Поэтому Джанте планировал спасти их жизни. Услышав слова Джанте, хотя она была в воде, женщина все же посмотрела на Джанте. Намерение Джанте было добрым. Однако не все в мире идет, как задумывалось. Увидев, как Джанте приблизился к ним, трое пионеров слегка удивились, и приготовились защищаться. Однако когда они увидели внешний вид Джанте, они обменялись взглядами друг с другом, и одновременно разразились смехом. Они сразу же расслабились. Джанте выглядел, как 16-17 летний парень с легким пушком над губами. В дикой природе, внешний вид Джанте был очень нежным. Согласно здравому смыслу, у тех, кто выглядит нежно, всегда была плохая боевая сила. Сопляк, а ты плейбой. Вывел женщину в дикую природу. Хах, ты накладываешь ограничительные ожерелья на такую очаровательную красотку. Более высокий приблизился к Джанте, и указал на Джанте одним пальцем, сказав презрительным тоном. Болотте. Я боюсь, что этот Сопляк, молодой мастер богатой семьи, он здесь, чтобы поиграть со своей служанкой. Такие богатые дети должно быть устали от обычных женщин, они хотят чего-то нового. Я слышал, что эти парни любят играть. Ну понятно, как играть, с кроликами, кошками, собаками. Другой пионер добавил, он сузил глаза и начал смотреть на Джанте странными, сверкающими глазами. Какие кролики, а ли эта девочка-зайчик? Средние стоят всего 10 серебряных монет, а лучшие, 20 серебряных монет. Я видел их в гостинице в городе Карди. Удивительно, нам так повезло сегодня. Другой парень ухмыльнулся. Три парня обменялись взглядами, прежде чем показать зловещие улыбки. Парень отдал приказ глазами. Получив его приказ, остальные два постепенно отошли и начали окружать Джанте. Услышав это, Джанте молчал. Однако женщина в воде была настолько разъярена, что начала дрожать. Джанте мог даже ощутить огненные глаза под маской. Джанте понял, что судя по всему, это событие невозможно решить мирно. Поскольку существовали различные пионеры, некоторые из них могли быть друзьями Джанте, такие как Сэм и Герри, с которыми Джанте встретился на полярном свете. Конечно, были и некоторые ублюдки, такие как эти три парня перед ним. Как только они увидели, что эта женщина принимает ванну, они показали свою злую природу. Существование таких пионеров в определенной степени портило образ всех пионеров в чьих-то глазах. В чьих-то глазах все пионеры были бандитами, ворами и беженцами. Пионеры были полностью запрещены в некоторых странах и городах на субконтиненте Вае. Джанте покачал головой и медленно подошел к самому высокому пионеру со своими короткими копьями. Так как ты оскорбил меня, не вини меня, сопляк, если ты умный тебе лучше. В тот момент, когда мужчина закончил свои слова, он увидел, как Джанте ударил копьем в его рот и вытолкнул его из затылка. Джанте двигался так же быстро, как молния. Когда он вытащил свое короткое копье изо рта этого мужчины, он увидел, как мужчина стоит на месте. Увидев, что самый сильный из них не смог продержаться до один секунду, ноги оставшихся пионеров сразу же парализовались, и они даже обмочились. Понимая, что они столкнулись с силачом, ноги одного из них ослабели, и он опустился на колени. Перед тем, как последний сделал пять шагов, Джанте мгновенно приблизился к его спине. Подняв короткое копье, он сразу же проткнул его голову. Когда второй упал на землю, один и краткое тоже упал. Затем Джанте подошел к пионере, который стоял на коленях. «Простите меня, простите, пожалуйста, я клянусь, что больше не буду этого делать». Этот мужчина кланялся перед Джанте. Он не смел поднимать голову. Он был так напуган, что даже начал плакать. Стоя перед мужчиной, Джанте начал колебаться. Учитывая, что этот парень был таким же робким, как кролик, Джанте планировал отпустить его. Однако в этот момент, Джанте услышал звук воды и ряд быстрых звуков вытирания. Однако он не обернулся. Тень, наполненная намерением убийства, уже прибыла за Джанте. Она подняла оружие пионера, прежде чем подойти к этому парню, стоявшему на коленях. Одним взмахом она отрубила ему голову. Джанте поспешно отступил на шаг в сторону, чтобы свежая кровь парня не выпачкала его. Бах! Женщина в маске уронила саблю и посмотрела на Джанте жестокими глазами. Тем временем она выдавила несколько слов. Ни один мужчина не является хорошим. Блять! Будучи вовлеченным без причины, Джанте почесал лицо. Я не смотрел на тебя. Перед тем, как уйти, Джанте оглянулся. Он обнаружил, что женщина уже бросила черное белье в ручей. Кроме того, здесь лежали три трупы. Учитывая их внешность, Джанте знал, что у них было максимум две золотые монеты. Поэтому ему не хотелось обыскивать добычу. Покачав головой, он вернулся к камину. Сев рядом с камином, женщина замолчала. Увидев, как Джанте приближался к ней, она обернулась и посмотрела на Джанте с отличным от предыдущего взглядом. Почему ты не убил их в начале? Что если они увидели тебя случайно? Я думаю, они не заслужили смерти. Я не думаю, что ты убьешь любого, кто случайно увидит тебя. Отвечая, Джанте вернулся на свое место. Тем временем, он засунул свои короткие копья в грязь, создавая звук пуф и продолжил жарить картошку. Я убью всех, кто увидит мое обнаженное тело. Серьезно ответила женщина. А чем ты говоришь, ты не такая уж и выдающаяся. Пробормотал Джанте. Что? Женщина сильно подняла свой голос. Она рассердилась, как еж, который сразу же выпустил свои шипы. Джанте также был раздражен и взглянул на нее. Блять, этот отец говорит, что у тебя нет хорошей фигуры, пухло задницы или грудей. Те три парня были идиотами. Когда ты пришла в этот мир, ты была с голой задницей, так что, ты теперь собираешься убить врача и акушерку. Тяжело дыша, женщина впилась взглядом в Джанте. Джанте тоже смотрел на нее. Когда он подумал, что она собирается сражаться с ним, Джанте обнаружил, что она постепенно восстанавливает свое самообладание. Я начинаю верить, что ты не убил двух охотников за наградами. Я рад, что ты это поняла. Если бы я не был козлом отпущения, я не хотел бы оставаться с тобой весь день. Женщина снова хотела взорваться. Сделав глубокие вдохи несколько раз, Джанте обнаружил, что женщина начала двигать жареный картофель в пепле. Что происходит? Она изменилась? Джанте был немного поражен и сразу же насторожился. Вскоре после полуночи, туман начал покрывать гору. Вначале, Джанте не заботился о нем. Однако, когда он обнаружил, что что-то не так, Джанте больше не мог двигаться. Хотя он боролся, он понял, что его духовная энергия была заморожена странным туманом. Однако женщина, которая спала в горной пещере, стояла около него. Около этой женщины был мужчина с длинной бородой, который не был сеттаном. Старейшина. Женщина опустила голову и поздоровалась с ним. Это он? Да. Он немного полезен. Он – контролер животных. Кроме того, он был вежлив со мной все это время. Я предлагаю сохранить его в живых. Вскоре после слов женщины, Джанте почувствовал головную боль и потерял сознание. Глава 436-1. Племя Серого Орла, когда Джанте пришел в себя, он почувствовал, как его голова раскалывалась, а тело находится под огромным камнем, весом до 5000 кг. Он также восстановил свою память. Джанте знал, что он в чужих руках. Что касается странного тумана, Джанте все еще не понимал ни капли. Он восстановил свою духовную энергию. Почувствовав это, Джанте наконец вздохнул. Пока его духовная энергия была в порядке, он мог защититься в критический момент. В этот момент, Джанте услышал скрип, пока его тело качалось. Поэтому Джанте открыл глаза. Джанте увидел низкую, серовато-черную крышу кареты, которая была покрыта шкурой животного, а также женщину в маске. Женщина сидела в карете спиной к нему. Она хрустнула ногами и обняла колени. В тот момент, когда Джанте увидела ее, он почувствовал, что она слаба. Казалось, что женщина почувствовала взгляд Джанте. Она обернулась и уставилась на Джанте. Перед тем, как Джанте сумел что-то сказать, женщина поспешно села ровно и скрестила ноги. Ты проснулся на несколько часов раньше, чем я предполагала. Голос женщины был таким же ледяным, как и прежде. На самом деле, мне кажется, что это слишком поздно. Я даже не знаю, когда ты начала свой план. Джанте выдавил горькую улыбку. В тот момент, когда он хотел встать с себя, он понял, что на его шее и запястьях кое-что было ограничительное ожерелье. Кроме того, все его предметы были сняты, в том числе его темные перчатки, кошелек, дворунных кольца и мечи двух карпов. Какое быстрое возмездие. Я конфисковал ее предметы всего несколько дней назад, а теперь настала моя очередь. Джанте попытался сесть. Прислонившись к стене, он тяжело дышал. Когда он сел, сознание Джанте стало ясным. Хотя он все еще чувствовал себя как будто с похмелья, он знал, что его способность двигаться не была ослаблена. Джанте увидел, что женщина играет с его кольцом орлиного глаза, а его кольцо осознания было надето на среднем пальце ее левой руки. Женщина смотрела на Джанте с блестящими глазами. Глаза женщины делали Джанте некомфортным. Поэтому Джанте также хотел сделать ее некомфортной. Если ты наденешь мое кольцо на свой средний палец, это значит, что ты в меня влюбилась. Я не помню, что бы соглашался принять тебя как мою жену. Моя жена должна иметь горячую фигуру. Вскоре после шутки Джанте, он узнал результат от дразнения женщины. Женщина вытянула руку и ударила по нижней части живота Джанте. Со скрипом, Джанте упал на землю. Услышав это, Сеттон открыл занавес. Так как только что был сильный скрип, Сеттон подумал, что что-то произошло. Поэтому он проверил. При виде внешнего вида Джанте, он все понял. Алаура, мы в 10 кайм от племени. Напомнив Алауре, Сеттон закрыл занавес. Из-за большой выносливости и прочности, вызванной фруктами железного тела, Джанте восстановился всего через несколько секунд. Затем он постепенно выпрямился. Эта женщина слишком злобная. Этот удар почти разорвал мои внутренности. Блять, теперь мы в расчете. Холодно сказала женщина. В расчете? Это напомнило Джанте о том ударе, которым он попал по женщине несколько дней назад. Она все еще помнит об этом? Джанте получил новое понимание об узкомыслящих женщинах. Хорошо, мы в расчете. После глубокого вздоха, он выпрямился. Можешь рассказать мне, что случилось? Я хочу узнать, как я проиграл. Что ты хочешь узнать? Все. Сеттон не вернулся в Ишиль. Вместо этого он вернулся в племя. Старейшина Меркел помог нам. Он священник нашего племени. Племя Джанте расширил глаза. Конечно, большинство охотников за наградами в Ишиль в 10 в Ишиле являются силачами из окружающих племен. После принятия запроса полицейского участка в Ишиле, мы помогаем городу Ишиль преследовать этих преступников в пустыне льда и снега за вознаграждение. Это наша польза от города Ишиль. Джанте наконец понял свою ошибку. Он был самоуверен и проигнорировал важное послание, которое выглядело тривиальным – происхождение старших охотников за вознаграждениями в Ишиле. В глазах Джанте, так как эти охотники за вознаграждениями были отправлены городом Ишиль, они естественно находились под юрисдикцией города Ишиль. Однако, на самом деле, происхождение этих охотников были более сложными. Хотя в Ишиле были собственные охотники, окружающие племена вокруг города Ишиль также имели охотников. Эти охотники за вознаграждениями из окружающих племен не были полностью связаны с городом Ишиль. Вместо этого их отношения были скорее похожими на сотрудничество. Если бы он знал о происхождении этой женщины и Сеттона, Джанте не был таким глупым, и не отправил бы Сеттона в Ишиль за снятием его ордера. Причина была очевидна. В глазах этих людей это был вопрос чести, чести их племени. Племя, которое сотрудничало с городом Ишиль, послало охотников, чтобы преследовать беглого преступника. Однако они попали под контроль этого преступника. Если бы один из этих охотников попросил снять ордер, то он был бы утоплен слюной его соплеменников. Поэтому Сеттон вообще не ходил в Ишиль. Поняв, что он и эта женщина не могут со мной справиться, Сеттон вернулся в свое племя, чтобы попросить помощи. А я как дурак ждал его новостей о снятии ордера. Джанте пожалел. Где твое племя? Оно там, куда ты направлялся. На юге пустыни льда и снега. Джанте мог почувствовать зловещую улыбку женщины за маской. Оказывается, я шел в ее гнездо. Джанте хлопнул себя по лбу с безмолвным и болезненным выражением. Если бы Дандер узнал, что я сделал такую глупость, я уверен, что он будет прыгать и ругать меня три часа. Это указывает на важность деталей. Из-за небрежности, я стал заключенным. Какой влиятельный урок и высокая цена. Джанте вздохнул. Он знал, что это его вина. Я действительно глуп. Что вы хотите сделать со мной сейчас? Если вы хотите денег, просто отпустите меня. Я дам вам 5000 золотых монет в качестве оплаты. Джанте знал, что жадность человека была бездонной. Даже если он сразу даст им 5000 золотых монет, у него все равно попросит больше. Я знаю, что ты богат. У тебя было три рунных снаряжения и элитная безрунная экипировка. Хотя я была охотником в течение стольких лет, я впервые встречаю такого богатого человека. Женщина усмехнулась. Ты думаешь, что ты сможешь купить что угодно деньгами? Или ты думаешь, что я идиот? Хотя наше племя бедное, я видела 5000 золотых монет. Но ты гораздо более ценный, чем 5000 золотых монет. Говоря о моих вещах, которые ты забрала, мои. А Лаура в маске прервала Джанте, прежде чем он закончил свои слова. После этого, она прямо одела кольцо орлиного глаза на другую руку, прежде чем праведно сказать. С этого момента все твои вещи, включая тебя, принадлежат мне. Ты знаешь, что такое личное имущество? Это означает, что теперь ты мой раб по правилам пустыни льда и снега. Раб, блять. Джанте был настолько взбешен, что почти сошел с ума. Я могу отдать свои вещи, но ты должна знать, что я не виноват. Я не убивал тех двух охотников. Я знаю, что ты не виноват. Ну и что? Я обязана внести в это ясность ради тебя, кто ты такой. А Лаура подняла лицо и с гордостью посмотрела на Джанте. Не забывай, ты все еще в розыске. Ты должен ценить меня, потому что я не отрубила тебе голову и не забрала награду вышили. Если бы ты встретил другого охотника, ты уже был бы трупом. Ты думаешь, что ты все еще можешь говорить со мной так? Чего ты хочешь? Тихо спросил Джанте. Это очень просто. Отныне ты должен слушать мои слова и служить мне. Если однажды я посчитаю нужным, ты сможешь вернуть свою свободу. Джанте слегка прищурился. Не думай о побеге, потому что старейшина Меркел уже посадил в твое тело иглы взрывающие кости. Если ты сбежишь, ты взорвешься. Потом не обвиняй меня в том, что я не предупредила тебя. Эта женщина, казалось, знала о чем думал Джанте. Иглы взрывающие кости. Джанте был поражен. Затем он аккуратно проверил свое тело и обнаружил, что ничего необычно не было. Ты можешь попытаться использовать свою боевую ЦИ и проверить эффект. Затем Джанте попытался использовать свою боевую ЦИ. Через секунду он почувствовал острую боль во всех суставах и костях. Между тем, он начал сильно потеть. В этот момент Джанте обнаружил, что с его телом было что-то не так. Он чувствовал, что около его суставов и костей есть куча иголок. Если бы он не использовал свою боевую ЦИ, он не заметил бы их. Однако, как только он использовал боевую ЦИ, он заставил иголки пошевелиться. В результате чего, они ударили в кости, вызывая острую боль. Из-за резкой боли Джанте начал задыхаться, широко раскрывая рот. Джанте не мог этого терпеть. Это уникальный навык священников в пустыне льда и снега. Только исполнитель сможет их убрать. Пока ты не используешь боевую ЦИ и не сбегаешь, все будет хорошо. Однако, если ты захочешь убежать, иглы-взрывающие кости потеряют контроль и взорвутся. Ты будешь обречен на смерть, спокойно сказала Алаура. Услышав это, Джанте полностью сдался. Ограничительные ожерелья и иглы-взрывающие кости. Черт, я что, настолько опасный? Джанте не знал, что в глазах Алауры он определенно был самым опасным человеком среди всех тех, кого она встречала. Даже сталкиваясь с сильным бойцом Илв-10, она не была такой осторожной. Даже старейшина из ее племени не смог так легко внедрить иглы. Глава 436-2 Племя Серого Орла Они прибыли в их племя менее чем через час. Когда карета припарковалась, Алаура открыла занавес экипажа и спрыгнула первой, а за ней Джанте. В тот момент, когда Джанте вышел из кареты, на его плечо надавил Сеттон. Сопляк, если ты хочешь выжить еще на несколько дней, тебе лучше забыть, что случилось той ночью. Независимо от того, кто тебя спросит, тебе нужно просто говорить, что тебя словила Алаура. Кроме меня, ты больше никого не видел. Понял? Если я услышу слухи в племени, я отрублю тебе голову. Сеттон прошептал на ухо Джанте. После предупреждения он сильно сжал плечи Джанте. Кажется, что Сеттон и Алаура не хотят, чтобы другие узнали, что меня поймал старейшина их племени. Джанте сразу же понял. Однако у него все еще были некоторые сомнения, и он был запутан. Я понял. Джанте ответил тихим голосом. Алаура не так плоха, как ты себе представляешь. Поскольку ты умный, пока ты не переходишь границы, возможно через некоторое время ты обретешь свою свободу. Сеттон оставил Джанте надежду. Могу я узнать о моем статусе? Разве Алаура не рассказала тебе? Ты ее личная собственность. Ты ее раб. Это единственный статус для преступников, которых поймали и оставили в живых. Черт. Я действительно раб. Выругался Джанте. Не волнуйся. Кроме Алауры, тебе не нужно следовать приказам кого-либо еще. Сеттон похлопал по плечу Джанте. Следуй за мной, мы входим в племя Серого Орла. Мы должны идти пешком. Когда он вышел из кареты, Джанте наконец увидел общий вид транспортного средства, в котором он находился. Это была простая карета, тянущаяся животным. Животное было похоже на яка, но больше чем як. Кроме того, его рога были похожи на оленей рога. Это лось, который живет только в пустыне льда и снега. Он послушный и обладает сильной выносливостью, но он не может двигаться быстро. После одного приема пищи, он может пройти два дня без отдыха и сна. Это лучший транспорт пустыни льда и снега. Заметив, что Джанте несколько раз посмотрел на это животное, Сеттон объяснил ему. За каретой Джанте был парк из более чем 30 таких же карет, в которых находились различные предметы. После взгляда, Джанте обнаружил, что большинство из них были повседневными потребностями. В карете спереди, Джанте увидел поваренную соль. Кроме того, Джанте увидел одежду в других телегах. Вокруг была дикая степь. Путь впереди был небольшим пологим склоном, покрытым сорняками. След оставленный каретами можно было заметить посреди пути. На этом месте, все люди вылезли с карет. Они начали толкать свои кареты. Однако, учитывая их внешний вид, они были очень счастливы и энергичны. В этот момент Лаура была спереди колонны. Она общалась со старейшиной. Увидев, как они трудились, Джанте почувствовал себя немного смущенным, просто идти, скрестив руки на груди. Поэтому он также положил руки сзади кареты, на которой он ехал, и начал ее толкать. Так как эта карета была пуста, Лаус легко мог затащить ее на холм. Поэтому Джанте не использовал слишком много сил. Когда он был на вершине холма, он увидел племя, которое занимало около 1 кВ, КМ, и было покрыто дымом от готовки. При виде колонны прозвучал горн. Между тем, команда кавалерии бросилась к ним. Джанте лишь слегка взглянул на это племя и кавалерию, прежде чем взглянуть на огромные каньоны на равнине неподалеку отсюда. Каждая из этих трещин была в несколько миль шириной. Они были похожи на морщины на лице матери земли, простираясь вдаль. Ледниковая трещина Хайдела, Джанте наконец понял, где он. Он сразу уже стал воодушевлен. Эта кавалерия приблизилась в мгновение ока. Когда они были примерно в 50 метрах от колонны, один из них закричал. Алаура, моя дорогая двоюродная сестра. Я слышал, что ты отправилась в командировку. Мне интересно, сможешь ли ты помочь своему племени Серого Орла перезимовать за эту награду? Почему ты так много работаешь? Если ты откроешь рот, ты сможешь отправить своих людей, чтобы взять что угодно, что находится на складе моего племени. Голос был полон высокомерия. Он напомнил Джанте о благородных плейбоях в городе Блекхат. Вскоре после того, как он закончил свои слова, его кавалерия уже примчалась к колонне и остановилась на расстоянии более десяти. Джанте не видел страха и ненависти, но смешанные настроения на лицах членов колонны. Учитывая это, Джанте понял, что отношения между племенем Серого Орла и этой кавалерии не напряжены. Старейшина, который был с Алаурой, слегка опустил тело, чтобы поприветствовать его. Большинство кавалеристов ездили на зверях, которые были похожи на зверя с железным рогом из Нормандской империи и носорога. За исключением того зверя, который был в середине кавалерии, который выглядел довольно свирепым и высоким. Он был около 2 м в высоту, а из его рта вырывался похожий на меч 1 метровый бивень. Его золотые глаза делали людей очень подавленными. Другие звери держались от него подальше. Сидел на этом звере высокий мужчина, которому было около 28 лет. Он выглядел самодовольным. Учитывая его внешний вид, он должен обладать большой боевой силой. То, что привлекло внимание Джанте, состояло в том, что большинство зверей несли контейнеры. Каждый контейнер содержал ряд метательных копий. Будучи в деревне Курган, Джанте узнал, что большинство бойцов в пустыне льда и снега использовали копья как метательное оружие. Тем не менее, при виде стольких людей, несущих так много копий в первый раз, Джанте стало любопытно. Будучи бедным рабом, Джанте не говорил. Вместо этого он просто оставался за толпой и наблюдал за тем, что хотели сделать эти ребята. Нурда, что ты делаешь в племени Серого Орла? А Лаура ледяным взглядом посмотрела на этих кавалеристов и прямо спросила. «Мне есть о чем поговорить», — небрежно ответил Нурда. «О чем? Ха-ха-ха. Я слышал, что пионеры обнаружили городскую реликвию в ледниковой трещине Хайдела. Там также могут быть обнаружены кусочки звезды бога. Теперь пионеры и силачи направляются к ледниковой трещине Хайдела со всех сторон ради богатства. Моя дорогая двоюродная сестра, столкнувшись с таким привлекательным богатством перед нашей дверью, разве у тебя нет плана? Я очень хорошо знаю о реальной боевой силе племени Серого Орла. «Мы делаем то, что в наших силах. Если ты хочешь найти пушечное мясо, ты ошибся», — усмехнулась Алаура. «Подожди, Алаура. Верхом на звере мужчина слегка выпрямился и наклонился вперед, смотря на Алауру. Конечно, мы не можем нацелиться на кусочки звезды бога. Когда в это вовлекаются люди на уровне мудреца меча, это не имеет никакого отношения к нам. Однако знаешь ли ты, что кое-что среди городских реликвий может быть вне твоего воображения? Так как реликвии были обнаружены в пустыне льда и снега, они не должны быть забраны теми пионерами извне. За исключением твоего племени Серого Орла, все остальные племена на юге уже подготовились к тому, чтобы взглянуть вниз. Как твой двоюродный брат, я здесь, чтобы напомнить тебе, на случай, если ты забыла». Услышав эти слова, Алаура замолчала. Алаура, если ты захочешь принять в этом участие, не забудь привести своих бойцов убивающих медведей в устье реки Фитьяр через два дня. Поскольку племя Серого Орла, племя уровня Орла на юге пустыни льда и снега, вам лучше не потерять свою квалификацию. Если оно превратится в племя Серой Мыши, оно станет посмешищем, ха-ха-ха-ха. С надменным смехом, Нурда умчался со своей кавалерией. Постояв там несколько секунд, Алаура махнула рукой. «Возвращаемся». Это племя было намного больше, чем деревня Курган. Однако, не было никакой разницы между двумя деревнями в зданиях, почти все из которых были низкими домиками, за исключением нескольких высоких и каменных зданий. Основываясь на количестве и плотности зданий, Джанте предположил, что это племя содержало от 30 000 до 50 000 жителей. Увидев возвращение колонны, многие дети выбежали из племени, чтобы встретить его. «Там есть соль, я вижу ее. Сахар, он в коробках». В этот момент, Алаура была похожа на суперзвезду. Идя перед колонной, ее приветствовали другие, и она махала руками в сторону жителей. Джанте следовал за колонной, наблюдая за окружающей средой. Многие жители деревни выращивали животных, большинство из которых были лосями, овцами и т.д. В племени было несколько простых обрабатывающих предприятий. Самые отличительные – обработка облепихового вина. Джанте учуял аромат издалека. Мастерские по обработке металлических изделий испускали много дыма, создавая звон. Некоторые полузаконченные сабли, мечи, копья висели на стенах за пределами мастерских. Джанте видел, как многие женщины сушили шкуры, привязывая хорошо засохшие шкуры и складывая их в кучу высотой 2М. Взглянув на нее, Джанте почти подпрыгнул, когда он обнаружил, что эти шкуры были от огромных диких волков. Если бы рядом с ним не было столько людей, Джанте рассмеялся бы. Шкуры огромных диких волков указывали на то, что они охотятся на них. Это означает, что мои фрукты семи сил огромных диких волков не так уж далеки от меня. Я слышал, что здесь вспыхнула волна животных. Есть ли тут неподалеку огромные волки? Джанте спросил Сеттона. Хэм, тут очень много огромных волков, но мы привыкли к этому. Племя в безопасности. Священник нашего племени создал кровавую печать вокруг племени, поэтому огромные волки не прорвутся в племя. Наше племя Серого Орла живет здесь сотни лет. Мы давно знаем, как бороться с этими зверями. Волна животных огромных волкам начинается каждые несколько лет, что обеспечивает нам дополнительную прибыль. Днем бойцы племени берут молодых людей, чтобы охотиться на огромных волков. Таким образом, мы можем зарабатывать деньги и обучать их. Сеттон не знал, почему Джанте спросил его об этом. Поэтому он рассказал ему о деталях. Я слышал диалог между этим мужчиной и Аллаурой. Кажется, что Аллаура очень влиятельна в племени Серого Орла. Мама Аллауры – священник племени, ее отец – глава племени. Аллаура обречена быть главой нашего племени. Это племя принадлежит ей. Ты скажи мне, влиятельна она или нет, сказал Сеттон. А, услышав этот ответ, Джанте действительно был поражен. Он не думал, что женщина в маске имеет такую влиятельную позицию. Если так, то почему она стала охотником за вознаграждением? Эта профессия очень опасна. Ее родители настолько рисковые. Ее родители скончались. Сеттон сразу уже понизил голос. Он взглянул на Джанте с опытными и сочувственными глазами. Людям всегда нужно делать то, что им не нравится, особенно кому-то на особом месте. Раньше, когда родители Аллауры были живы, она была наивной красивой девочкой. Она не могла убить даже насекомое. Я подарил ей кролика, когда она была молода, и когда кролик умер, она плакала два дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова